Девушки отдыхают Нет, не по прикину Клаш, здрасьте, привет, нашла что-то? Да вот запомнику красиво кто-то потерял Хозяин расстроился, наверное Красиво А ты объявление на подъездах развесь Кому надо, прочту И правда, спасибо Сдавайся! Сдавайся! Сдаюсь, что вы не спите? Так, ну что опять такое? Комарыш в комнату Я велосипед задела А ты если не можешь писаться, ты убери Сколько сейчас? Пол восьмого О, это зачем я еще целых два часа могла спать Иди спи Что ж такое? Каждое ул То одно, то другое Пол восьмого Ты же знаешь, что у меня график же Так, ну-ка, тихо Мало того, что мы друг у друга на голове А так еще и с дворничками Ты сама приехала Ты приехала? Так я же думала, что ты за ночь свалишь Кто тебя возьмет? Кому это нужно? Тридцать три несчастья Так, если вы встали Вы идете умываться Давай сюда Лучше бы хоть кто-то прийти Поведи на запах Ай, я на спину купаю Слушайте, подожди Глаша работает Ну-ка быстро Сдаюсь Быстро, быстро в комнату Быстро в комнату Даня! Ваня, кто ставил таз у входа? Папа, утихомирзину свою, а? Я скоро отвечать начну Ну чего ты, дочь? Ну чего? Я всю жизнь здесь живу, а она нет У нее сейчас нервы не в порядке А по-моему, с катушек слетела Жанночка твоя Но людей бросается уже Беременна она Чего? Три месяца уже Нет, я вас поздравляю А как мы здесь разместимся в шестером? Вот Вот я поговорить и пришлу дочь Может ты сходишь к этой вашей К нашей Председательнице ТСЖ? К Палагиной? Да Зачем? Ты на заочные привелась? Ты два года уже дворником работаешь? Пусть дадут квартиру! Папа, они дадут квартиру, но через пять лет Я два года отработала, мне осталось три Ты же знаешь Ну Пусть служебную коморку дадут Тебе начальница обещала Вещаного помнишь, сколько ждут? Те же три года Так надо понастойчивее быть Надо быть понастырнее Хорошо, пап, я буду в понастырне Доча А ты можешь побыстрее? А ты совсем Доброе утро, Ирина Семеновна, можно? Господи, кому как Ну что? Я с вами поговорить хотела Слушаю Я по поводу временного жилья Помните, вы мне обещали? Кому? Когда? Ну как же, вы мне обещали Служебная коморка во втором корпусе В полуподвале Мы постановили на общем собрании Отремонтировать ее и перевести в жилой фонд Все проголосовали, помните? Ну, там таки есть, ремонт Мастера работают Отремонтируют, ну и въедешь А давайте мы сейчас с вами туда сходим Посмотрим, как там все Просто, может быть, я вообще Сама этот ремонт закончу Мне просто очень срочно надо Слушай, Назара, вот ты приходишь Неизвестно зачем А у тебя, между прочим, мусора в кучу Бумага с пластиком перемешку Так у нас нет сортировочных баков А ты добейся И у тебя там на забору морду какую-то нарисовали, а? Делом займись А то приходите только для того Чтобы что-нибудь себе урвать Если вам не нравится, как я работаю Я могу уволиться Сделай одолжение Испугала Понятно Ладно, тогда вот возьмите Я сегодня нашла во время уборки Кто-то потерял В объявлении укажу, чтобы к вам обращались Всего хорошего Вкусный чизкейк? Конечно вкусный Толик купил, чтобы я растолстела, наверное Глупости говоришь? Да не глупости Я вот растолстею, а у него будет отмазка Почему изменил? Кто тебе изменил-то? Не изменил, значит изменит Что ты думаешь У него там этот модный бизнес? Манекенщицы, показы, заказы Какой мужик устоит? Не, Толик не такой, я точно знаю Вот он как запал на тебя в первом классе Вот так и любит Все они не такие до поры до времени Но бдительность терять не нужно, поняла? Ой, ладно Что про меня, да про меня Как у тебя дела, расскажи Представляешь, Жанка третьего ждет Они что, с ума что разошли? У вас и так там теремок Да то еще один братик будет или сестричка А, ну это да, это ты везучая Ой, пора мне от них съезжать Я тут к Палагиной заходила Помнишь, она мне комарку обещала? Ну да, я же голосовала даже Ну так вот, она что-то темнит Мне кажется, она сама виды имеет на это жилье Так давай настучи Нет, я ей уже сказала, что увольняюсь Спасибо, еще и без работы теперь Давай к нам? Настя, в лагере, что? Не, не, я буду искать варианты так, чтобы сразу со служебным жильем Ну да Слушай, кстати, есть один вариант Причем гениальный Я ходила на массаж Слышала разговор Массажистка с проживанием, что ли? Ты не смейся, ты послушай сначала В общем, в городской ОВД нужен человечек Дежурная часть, на телефончике сидеть И меня возьмут? Почему нет? Юридического образования там не нужно Главное, чисто документы и желания А еще Там есть классный бонус Какой? Ну, контингент там мужской Так что Боже мой Выдадим тебя замуж наконец-то! Ань, прекрати Ты наши новости смотришь? Ну? Про мужчин и женщин в Тишилове знаешь По статистике Ну? Окей, на троих мужчин, четыре женщины А дальше что? Дальше? Дальше прибавь мою внешность и везучесть Нормальная у тебя внешность Сто раз говорила Слушай, я реалистка Вот мне ребенка и на том спасибо Ну с этим мы потом разберемся Сейчас для тебя наиболее актуально Ну что? Жилье, правильно? Те, кто работает в полиции Им дают место в общаге Общага в центре На Румянцево Потом квартира Опа! А что ты мне раньше не сказала? Не знаю Не подумала как-то Нет, хотя Когда про ОВД услышала Так я думаю А вот если Глажка у нас будет работать в полиции Может быть Толик уже постережется, блин? Чего? Чего-чего Налево ходить! Здрасте, я на тестировании Да Хорошо Да, видели, есть свидетели Иначе буду проводить допрос Мевушка Вы что-то потеряли? Я на тестировании В списке есть? Назарова Ну что Назарова, давайте документы Вы же не к себе домой пришли? Может здесь и будет мой дом В каком-то смысле В вероятном пока что Кстати, личный разговор по служебному телефону На режимном объекте недопустимы Куда идти знаете? Не знаю Прямо идете, потом налево Вы на тестировали? Да Документы в порядке? Врачебную комиссию прошли? Да, и проверку на физподготовку тоже 118 баллов Учителяет Учись, калита Что? Что калита? Да ничего Слышал, край муха, как ты вместо себя на тренировке пиво засылал? Спортивный разряд тоже пивзаводу присвоил Отметил? Так точно Начальник, начальник, начальник Вы мне фотоаппарат верните Вообще-то это моя личная вещь И рабочий инструмент Вы слышите, я вам сказали ждать Что вы устроили тут? Занька, ну видишь, ты тут еще? Ну конечно Ну и я тебя Эй, ты задачу про два шрифта решила Какой ответ? 17 Спасибо Ваша фамилия? Прохоров Извините, это я спросила Фамилия? Назарова Мне просто здесь кое-что непонятно было, я спросила Кандидат Назарова, тест закрыть И покиньте класс Что успели, то успели Послушайте, это... А вы не нарушаете порядка тестирования Кандидат Назарова, погоди Даже имени твоего не спросила А, я Глафира, Глаша А я Илья, очень приятно И мне Ну что, написал тест? Да я-то написал Ты из-за меня пострадала Да я вообще не пострадала Я на все вопросы ответила еще до того, как психолог застукал Так что все нормально Гора с плечи А ты в какой отдел? В оперативной? Угадала Понимаешь, юридический колледж закончил Потом земельными кадастрами занимался Плазит нормально, но скука смертная В общем, решил перейти на более живую работу Буду бандитов ловить О, романтика Типа того Ты тоже опера? Да нет, мне образования не хватает Я в дежурный отдел пока Жаль А я тебя еще на физподготовке приметил 118 баллов, круто Так у тебя аж 160 Ну я же мужчина Слушай, мне сейчас бежать пора Увидимся? Ну если зачислят, то увидимся Обязательно зачислят Такого-то бойца Ладно, пока Пока Еще раз спасибо Алло, Ань, привет Да, написала, написала Слушай, а ты была права Здесь действительно очень интересное место Глаш, а ты нам прорезешь пистолет с полицией? Безответственным людям, которые сестер медведями пугают Пистолет они выдают А мигалки выдают? Про мигалки узнаю Понятно Доча, ты это, серьезно в полицию? Из ТСЖ ушла, да? Серьезно ушла Что ж я родную дочь из собственного дома выжил, что ли? Перестань, пап Ты же понимаешь, что что-то решать надо было Навались Давай-давай-давай Правда, решать надо было что-то Давай-давай-давай еще Молодцы А у нас, Жанночка, когда Ну, когда маленький появится Мы заявление напишем на субсидию Ну, чтобы жилплощадь Вот Ой, завел прощальную песню Да к тому моменту, как я рожу, Глажка уже двадцать раз домой вернется Что-нибудь произойдет? Не произойдет, не переживай Все, пока Пойдем Доча Ну, я русским языком тебе говорю Ну, не могу я тебя заселить, а? Ну, куда я вас заселю? Посмотрите, в парилку, что ли? Ну, у нас трубу прорвало Вон, три этажа в кипятке Быстрее давайте, что ли Быстрее давай Все у нас не заселение У нас расселение Так, а мне что делать? У меня направление Где, где, где Ну, твоим направлением трубу не заткнешь Ну, ты перекантуешь, что ли, где-нибудь Я уже начальству ВВД позвонила, а? Ну, потом вот Ликвидируем аварию И хоть давай заселяйте С направлением Без направления Быстрее давайте Все, что ли Товарищ подполковник Да железно Не нужен мне напарник Ну, тем более напарница Ну, как-то я тянул всегда Все смены сам И дальше смогу Ну, зачем мне в дежурке Здесь какая-то пигалица Да, я понял Есть выполнять Виновата Здрасте А я и есть та самая пигалица Стажер Глафир Назарова Старший оперативный дежурный Иван Калита Для несведущих справка Жил когда-то царь Такой на Руси Иван Калита Не царь такой был А князь Великий Московский В 14 веке жил Тем более Назарова А посему знай В гневе я страшен Отсюда вывод Какой? Не знаешь А я тебе скажу какой По ногам у меня не путаться В личные дела мои Не соваться И самое главное Выполнять то, что сказано Учла Только вы Полцарства я у вас Великий Государь оттяпаю И на этом диванчике Буду ночевать Пока в общежитии ремонт Так что предлагаю дружить С чем пельмени у вас? С майонезом Обещайся Рад вам познакомиться Давай Четыре Наша Привет Привет Я же говорил Встретимся еще Значит теперь стажеры Но ты рад? Более чем Представляешь Кому меня определили К майору Буянову Ну я не знаю Ты что Он тут самый крутой опер Считай легенда Письмо меня научит Сейчас вот поедем с ним На экскурсию По злачным местам Ты-то как? Да пока скучновато Всего два звонка За все дежурство И на те Калита сам ответил Калита это твой напарник? Угу С чем твой майор? Встречал Колоритную личность Мне кажется я ему мешаю У него личная жизнь И я маячу Назарова Тебя как за смертью посылать? Рохоров едем? Едем Товарищ майор Разрешите обратиться? Ну Разрешите взять еще с собой Одного стажера А именно Глафира Назарова 118 баллов Что ж я не против Если куратор отпустит Конечно отпустит, да? Да Спасибо Чего только не насмотришься Вечер пятницы и субботы Особенно интересны А в другие дни? По-разному Вам бы конечно с реальной Патурной постовой службы поездить Тебе для знакомства С будущим контингентом Так сказать А ваша Глафира Дежурка с ППС Вообще плотно завязана Много запутанных дел попадается Бывает Но в большинство бытовух И квартирные кражи Так что Романтики не ждите Не очень-то и хотелось Ну и смотрите Чтобы от рутины Глаз не замылился Чтобы сложное дело Не пропустить Мы-то не пропустим Тут место преступления? Было Два месяца назад Пьяная драка С тяжкими телесными Дело почти в суде А мы здесь зачем? Следователь попросил Есть разногласия в протоколах Надо ликвидировать Понятно Ну и здешний пруд Самое криминальное место в Тишилове Если тебя это утешит Постоянно по сводкам проходит То тут драки То кого-то ограбили То кто-то утонул А если нужно от тел избавиться Идите сюда Что? Там кажется лежит кто-то Ну вот уже не кто-то А что-то Ну Назарова ты везучая Только в поле вышло Уже труп Калитая, это Буенов Ты как? Все нормально Личность уже установили Хромцов Олег Палыч Владелец большой строительной фирмы Так быстро установили? Так у него в пюджаке документы Размокли, правда? И по сводкам убитый проходил Как без вести пропавший Почему убитый? Может это был несчастный случай? Такой несчастный, что полглавы снесло Медэксперты говорят Удар сзади Твердым предметом Заостренным концом Может быть лопатой его огрели? Вот и как Алексей Трофимович У нас есть уже рабочая версия Какой быстрый? Это не кино А все-таки? Пока ясно одно Хромцова убили в другом месте В пруд бросали уже Мерклова Это потому, что у него в легких нет воды? Это потому, что он одет Как на светское мероприятие Не в плавке На костюме следы строительной краски А еще какие-нибудь зацепки есть? На сорочке нету одной запонки Но она-то могла Где угодно выпустить в том же пруду Стойте! А... Простите, у вас есть эта запонка? Можно посмотреть Руками не лапать Вещдок Алексей Трофимович Мы должны срочно ехать На мою бывшую работу Это срочно Я сейчас по дороге Все объясню Поехали! Нет, какова эта наглость, а? Ты, Назарова, хоть понимаешь Что ты своим увольнением Без ножа мне зарезала? Мы остались без нормального дворника Я на ушах стою А ты являешься толпой С какими-то дикими претензиями Майор Буянов Никаких претензий Просто мы хотим спросить Про запонку, которую нашла эта девушка Да, помните? Я вам ее оставила в тот день Когда увольнялась Оставляла Она чуть-чуть здесь валяется За ней никто не обращался Посмотреть можно? Сейчас я найду ее Вот она Смотрите Это не ту В смысле? Подождите, но это правда не та Ну у меня здесь нет никакой коллекции Какую принесла, такая и есть Нет, стоп Принесла я вам самолетик А это какой-то штурвал Вы знаете, что это была другая Самолетик, штурвал? Ты думаешь, я не понимаю, почему ты сюда явилась, а? В полицию ишь, она устроилась Власть почувствовала Подгадить мне хочешь За то, что я тебе жилье не выделила Так так и скажи мне Вы чего не считаете вообще? Какое жилье? Ясно, произошла ошибка Какая ошибка? Простите за беспокойство Стажер Назаров, вышенос Ну не получилось по горячим следам И что? Если бы я в каждый раз в такой ситуации скисал Я не потому Она же считает, что я нарочно из мести это все выдумала Вы тоже ей верите? Не говори глупостей А может у тебя просто фотографическая память хромает? Вот и перепутала Для оперативника хорошая память главнейший инструмент Представляешь, у меня история была Как-то встречаясь... Нет, вы конечно извините, но я уверена, что там был самолетик Вот я закрываю глаза, я вижу самолетик у себя Упертая Впрочем, для нашей работы это неплохо Да, я чуть не забыл Звонил Калита Просил передать в общежитие аварийной работы на две недели Сказал, чтобы искал, где пожить Или возвращалась по прописке Депруха Ладно, нормально Разрулю Все, 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 все Мальчики, смотрите, папа Привет, Войны Привет, привет Папа добыл нам арбуз Привет Так, все, больше не дабыли, и с мокрой Папа 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 ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, я не понял, а где дежурный? Это что за фокус? Рота, подъем! Мы почему спим на посту? А, сегодня же не моя смена, я просто ночую, а дежурный, наверное, в вооруженную шоу. Вот тебе доброе утро. А ты же вчера сказала, что с жильем разрулишь. Ну, вот я и разрулила, здесь диван удобный. Раз уж разбудили, хочешь с нами вместо зарядки? Хочу, а куда? К дому Назимова. Поехали. Только умоюсь, ладно? Короче, дом Назимова, старая развалюха, вымороченное имущество. Хозяин, пенсионер умер, наследников нет. По закону, участок с домом отошел в город, а там собирались меня отель построить. А тут, откуда ни возьмись, инициативная группа рисовалась. Типа, этот дом – историческая ценность. А это правда? Да. Директор Краеведческого музея Чижов что-то такое в архивах откопал. А теперь активисты во все трубы трубят. Митинги устраивают, петиции рассылают. В общем, пока этот объект законсервирован. Может, оно это хорошо? Может, но у полиции головной боли пущу. А вы главный молодой человек, главный, вы, 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 вы виноваты во всем. Дом и суд своими руками историю уничтожает, и безобразие, как что такое, но… Успокойтесь, граждане. Центральная ВД. Что происходит? Чудкова Онищенко, товарищ майор, заммэра по строительству Рожкова отдала приказ о сносе дома. А народ узнал, и вот… Она специально приказала с утра парань снести, пока все спят. И комитет по культуре ей не указ. Ну, мы не даем… Какие же эти сглазы выигрыши? Миши, граждане, успокойтесь. Снос прекратить? Сейчас съездим в мэрию, во всем разберемся. Я так и знала, я так и знала! Поздравляю! Вы меня тоже поймите. Подтверждение культурной ценности дома до сих пор не получено. А как же доказательства Чижова? Эксперты вот-вот опровергнут его псевдоисторические бумажки. А мы ждать не можем. Сроки строительства летят, городской бюджет деньги теряет. А если кажется, что дом правда исторический? А если там кто-то пострадает? Пустующий дом – лакомый кусок для криминальных элементов, вам ли не знать? Замок там хлипкий, денег на охрану не предусмотрено. Да и сигналы от жителей стали поступать. Что, мол, нетрезвые компании шумят. А там и до Притона недалеко. Полиция – это нужно? Конечно, не нужно. Но и сносить дом до окончательного решения комиссии – тоже не дело. Есть предложение. Для всеобщего спокойствия. Поселить пока в дом сотрудника полиции. Он и посмотрит, и шпану отпугнят. Кстати, это идея. Вот наш сотрудник Назарова. Подходящий человек. Как угодно. Это что, есть дом на Зимовах? Да. Ужас какой. Чего ужас-то? Не знаю, жутко как-то. Ничего не жутко. И что, ты будешь здесь жить? Да. Прям одна с тобой. Нетушки. Спасибо. Я и дома как-то хорошо. Не знаю. Сейчас откроем. Слушай, тебе не страшно будет? Да что страшно-то? Нет, конечно. Ну, трудно тебя кто-нибудь... Давай, давай! Давай быстрее, что ты увозишься. Да замок на такой хрики, как сказали. Добро пожаловать. Ты первая. Гуаша, все хорошо? Да, Гуаш. Точно хочешь здесь жить? Хаупа-хаупа, конечно. Ты перестань, ты по сравнению с моей кухней, это просто хоромы. Ну, прибраться надо чуток, да? Ну да, совсем чуть-чуть. Не уляться у него что. Слушай, а что ты там про этого опера рассказывала, который тебе эти хоромы организовал? А, он не опера, он стажер, как я. Угу. Стажер? Да. Да? Я смотрю, у нас тут кандидат в отцеребенка нарисовался. Так, прекрати. Можешь помогать убираться? А, нет. Я не сомневалась. Ужас какой граждан. А, там вышел. Шучу. Кажется, сегодня точно кто-то спать не будет. Хватит, ну! Здрасте. Здрасте. Звонок просто не работает. Вот я и... А вы... Очижов, заведующий местного покроведческого музея и глава инициативной группы по спасению этого дома. Очень приятно. Ну, проходите. Угу. Честненько прибрались. Угу. Может, чаю хотите? А, нет, спасибо, я на минутку. Просто в полиции сказали, что вы поселили своего человека. Вот, пришел посмотреть, что за человек, так сказать, живет в этих исторических стенах. Да, пожалуйста. Может, вы про дом расскажете? Вам правда интересно? Ну, да. Это, на самом деле, потрясающий дом. Он сделан в середине девнадцатого века. Здесь жил декабрист Назимов. Между прочим, друг Лермонтову. Ого. Представляете, сколько здесь знаменитостей побывало. А еще говорят, что это место действия одной из мистических новелл графа Адуиску. Мистических? Да. А, вы не знаете? Просто здесь по ночам, ну, во всем доме, особенно в подвале, слышны странные звуки. Ну, вы не побоитесь. А откуда звуки? Не знаю. Говорит, какая-то аномальная геомагнитная зона. Просто мне рассказывал Назимов, что нужно просто привыкнуть и ничего не бояться. Какой Назимов? Декабрист? Да нет, 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 потомок. Просто потомок Назимова, это мой тесть. А-а-а. А почему тогда вы... Ну, наследовали этот дом. А как вас? Глафира. Понимаете, Глафира, моя жена умерла давно, а тесть скончался совсем недавно и не написал никакого завещания. Ну, а мы с ним даже не могли подумать, что я не являюсь крупным родственником. И, соответственно, не имеете права на наследство. Ну, да. Вот были бы у нас дети, они бы все унаследовали. Тогда бы мы здесь сделали музей для города. А так достался бездушным людям. Ну, подождите, может, еще не все потеряно? Ну, не все. Вот здесь. Вот здесь висел ковер. Между прочим, это начало двадцатого века. Ручное плетение. Не смогли снести дом, так разносят по кирпичкам. Я обещаю, что буду все здесь беречь. И вообще аккуратно здесь жить. Честное слово. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Илья, привет. Я тебя разбудила? Прости, пожалуйста. Нет, ничего не случилось. Просто ты не мог бы утром приехать? Нет, ничего страшного. Просто мне... Мне страшно. Угу. Реально не понимаю, чего ты тут испугалась? Ну, ты знаешь, какие скрипы и шорохи ужасные, как будто в дом лезут. Откуда лезут? Не знаю, со всех сторон. Чижов же сказал, аномальная зона, ну... Вот поэтому тебе и глюкануло, что сказал. Мы же тут все осмотрели. Пейзаж. Да исторический, но мирный. Точно. Может, привидение под коврами? Ау, привидение? Или в шкафу? Эй, вы тут? Опа. А это что такое? Что за дверцы в каморке Папы Карло? Не знаю. А старичок-то был непрост. Какие покои себе оборудовал. Да, может, и не только себе. Смотри, в ЮАР. В духи его даже. И с кем же он тут жил? Не знаю. Может, не он? А снаружи этой комнаты не видно. Видишь, окно заложено? А что? Тебе идет? Серьезно? В полне. Да, товарищ майор. Сейчас буду. Запомни, в оперативной работе важно легко переключаться. Вот мы с тобой не стали зацикливаться на запонке в деле Крамцова. Это когда я запросы рассылал? Да. И сразу новая зацепка появилась. Какая? Оказывается, строительная фирма, которую воздолгал наш убитый, участвовала в городском конкурсе и выиграла тендер на строительство мини-отеля, кстати сказать, того самого, который собирались возвести место дома на землю. Ничего себе. Слушай, и дальше. Второй претендент на тендер, бизнесмен Жуков, был этим очень недоволен. Говорят, они даже подрались с Крамцовым на праздничном приеме в мэрии. А сейчас мы куда идем? Госпожа Рожкова, выясним обстоятельства. У вас не одно, так другое. Ну да, на дне города, вернее, на вечернем банкете, случилась некрасивая ситуация между конкурентами и застройщиками. Но теперь-то что вспоминать? Хромцов убит. Именно поэтому повод для ссоры вам известен? Говорят, Жуков грубо прошелся насчет внешности Хромцова. К слову, сам Жуков урод уродом. Хромцов что-то ответил, завязалась драка. В общем, еле растащили. Что же Жукову так не понравилось во внешности Хромцова? Не представляю. И потом ясно же, что истинная причина агрессии Жукова была в том, что он проиграл тендер. Насколько мне известно, фирма Жукова гораздо крупнее и портфолио у нее внушительнее. Почему же мэрия выбрала молодую фирму Хромцова? Ну, во-первых, нужно давать дорогу молодым. Не так ли? Конечно. А во-вторых, дело не в фирме, а в репутации владельца. У Жукова, в отличие от Хромцова, скажем так, у него не слишком чистая биография. Ты бери, бери еще. Я на новоселье у подруги испекла, а одно есть как-то скучно. Вкуснотища. В общем так, я тут развил бурную деятельность. Выяснил все про Жукова. Это который конкурент Хромцова? Ну да. Выяснилось, а, у него была судимость, б, Жуков натуральный качок, регулярно занимается боксом, поэтому вырубить человека ему не составит труда, и, в, он живет в том же районе, где нашли труп Хромцова. Бинго! Надо брать. Сейчас доем и к шефу. Мужчина! Мужчина, вы куда? Мужчина! Кабинет майора Буянова где? А что вы хотели? Показания дать по поводу убийства Хромцова. Жуков моя фамилия. Слышали про такого? Приехал и узнаю, что какой-то стажер-салага сфлетни про меня собирает. Это называется оперативно-розыскные мероприятия. Это называется ущерб деловой репутации. Прежде чем меня перед коллегами позорить, можно было бы повесткой вызвать и лично вопросы задать. Согласен. Приношу извинения за моего стажера. Но раз приехали, может быть, поговорим? Неофициально. Затем и явился. У вас имеется судимость? Показания 26-летней давности. Между прочим, ваш стажер мог бы с хотя бы статьей поинтересоваться. И какая статья? Превышение самообороны. Гулял с девушкой в парке, толпа пьяных отморозков окружила. Не учли, что я боксер. Ну вот один из них до конца жизни и остался инвалидом. А где вы были, когда... Когда Хромцова убивали. В отпуске я был, в деревне. Отец заболел. И билеты, и свидетели имеются. Проверяйте. Это наш стажер должен был проверить. Последний вопрос по поводу драки с Хромцовым. Про тендер, что ли? Да. Обидно было, когда мы его потеряли. Но знаете, я вам так скажу. У нас и посерьезнее тендеры имеются. Зачем же тогда подрались? Да по дурости. Жались оба. Когда успели? Заммэра Рожкова говорить, что драка была в самом начале банкета? Рожкова, вы бы лучше к делам ее присмотрелись, чем бочку на меня катить. Поясните. Не буду. Себе дороже. Алло. Дежурный ПВД капитан Иванов. Стажер Назарова. Срочно прибыть на рабочее место. Учебная тревога. Да, я поняла. То есть так точно. Я бегу. Бегу, бегу. А помнишь, как мы в клуб ходили? Шикарно. Бульнули. Сегодня спокойно. Может, подтягивайся, да пиццу закажем? Стажер Назарова по учебной тревоге прибыла. Что делать надо? Оружие выдадут, может? Или что? Заят, перезвоню. Назарова, ты лунатик? Какая тревога? Какое оружие? О чем ты говоришь? Так позвонили. Капитан Иванов. Учебная тревога говорит. Да у нас сто лет уже никаких учебных тревог не было. Нам и боевых тревог хватает. Так что не выдумывай. А кто же меня вызвал тогда? У нас в ОВД много шутников. Поздравляю. С боевым крещением. Вот такая служба. Давай, марш домой. Спать. Весело у вас тут. Кто здесь? Поздравляю. Субтитры подогнал «Симон» Знаешь, как жалко, что нельзя к оперативникам? С ними реально интереснее, чем в дежурке. Я могу себе представить. Да ну тебе, я же про дело говорю. Обидно из-за этой истории с запонкой. Блин, я могла помочь раскрытию убийства. Получилось, что только дура себя выставила. Как я могла штурвал с самолетиком перепутать, я не понимаю. Зато, смотри, какую интересную работу я тебе нашла. Одни загадки. Ну да. Ну страшного тоже хватает. Например, когда труп выловили. Или сегодня ночью. Слушай, Ань, как ты думаешь, кто мог вещи унести из этой комнаты? Для меня жила женщина. Может быть, она? Тогда почему, когда она уезжала, она их бросила? Я не понимаю. Может, это Илья? Чего Илья? Вещи унес. Ну да. Он обнаружил эту коморку, правильно? Правильно. Знал, что там эти шмотки. Он-то все. Пришел с приятелем, и нанесли все. А зачем ему это нужно? Если бы пугать тебя. Ты же ему про аномальный зон сама напела. Разыграла. Угу. Да нет, бред какой-то. Да почему бред? Ты не представляешь, какие мужики иногда и дедским способом привлекают внимание женщин. Вот Толик один раз вот все настроение. Анют, что с настроением сегодня? Ну ничего, все то же. Ну что тоже? Толик, он же в командировке. В том-то и дело. Уехал и пропал. Ну что пропал, не звонит? Звонит. Говорит, что у него там какие-то проблемы, поэтому он задерживается. Я вот не чувствую, прям по разговору, что он врет. Клаш, ты можешь там в своем ОВД узнать, чем Толик в семье Озерске занимается? Нет. Во-первых, это другой город. Во-вторых, Толик не преступник. Нет, блин, Глаш, он преступник раз изменяет. Ну ты не представляешь, как я одинокая. А я здесь одинокая. Все, я попробую. Сядь. Я попробую. ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я вас слушаю. А у вас там на витрине запонки со штурвалом? А, да. Это комплект морской. В комплект входит две запонки, зажим для галстука. Эксклюзивный дизайн есть только в нашем магазине. А такие же, только с самолетиком у вас есть? Да, были. Закончились. К сожалению, поставки небольшие, но мы заказывали еще партию, но приехали со штурвалом. Тоже красивые. А когда пришла последняя партия, не помните? Могу точно сказать. Пятого июля. А что? Спасибо. Нет, ничего. Алло, Ань, представляешь, Палагина обманула. Ну, я уволила с третьего, а запонки со штурвалом в магазине появились только пятого. Ну что, и значит, я не могла найти запонку со штурвалом. Все, сейчас я вернусь и объясню. Давай. Спасибо за фото, Илья. Я тебе потом расскажу, для чего нужно было. Угу. Может, это я, конечно, зря. Мне ужасно хочется эту злобню самой прищучить. Вдруг еще отвертится. Слушай, я, если честно, вообще не понимаю, зачем Палагиной понадобилось обманывать? Ну, конечно, баба-то, она еще стервозная, но, блин, не убийца же. Последить бы за ней, конечно, только времени. Нет. Слушай, а я знаю, кто может нам помочь. Кто? Глоскоп. Это которая сплетница дворовая наша? Ты, между прочим, зря смеешься. Марья Лукинишна все про всех знает. Никогда не спит и фору даст любой наружке. Сексуальный. Говоришь, в нашем дворе? Брать не буду, не видела. Так, подождите, подождите. А может быть, кто-то похожий? Вряд ли. Нет. Я же не господь бог. Могла и пропустить. Да, кстати. Ты там своим скажи, что наша дорогая председательша занимается торговыми махинациями. Сама собиралась идти в полицию. Марья Лукинишна, ну где ТСЖ, а где торговля? А служебными помещениями кто управляет? Между прочим, это идеальное место спрятать краденое. Вы думаете? Знаю, у меня все зафиксировано. Вот, значит, бессонница, наблюдение из окна. Ночь на третье. Третье июля? Да. В легковушку и уехали. Скажите, пожалуйста, среди этих людей был вот этот человек? Милая, я и первого не разглядела, и второго не видела. Плащ на ножках. Понятно. Все равно спасибо. Спасибо. Я думала, она поможет. Зато номер фургона я записала для полиции. Ну вы даете. Дежурка рулит? Молодчина. Понимаешь, эта пенсионерка сказала, что там точно был мужчина. Значит, эта запонка, которую я нашла утром, могла быть его. То есть, тот незнакомец мог быть Хромцовым? И тогда понятно, почему Палагина подменила запонку. Зачем ей светиться, что у нее с убитым были какие-то дела? А если она и грохнула? Или подельника второго покрывала, который в плаще? Не знаю. Ну, я решила не ходить к Палагиной, а пока с тобой посоветоваться. Правильно. Сейчас мы с тобой в два счета. Давай номер фургона. По базе пробьешь? Угу. Автовладелец. Если фургон на Хромцове, то есть на его фирме, то... Так. Что? Фургон принадлежит магазину стройматериалов «Ребус». Ну, вообще, нам это тоже подойдет. Почему? Вся работа Хромцова крутится вокруг строительства. Если мы вышли на магазин стройматериалов, значит, что? Что? Что в схему вписан магазин. Давай расскажем Буянову. Он в следственном комитете? Слушай, я думаю, большой беды не будет, если мы пока сгоняем в «Ребус». На фургон посмотрим. Поехали. Вон какой-то фургон. Только номеров не видно. Пойдем посмотрим, Буянович. Пойдем. Проблемы? Мы из Центрального ВВД. Интересуемся фургоном с номерным знаком К-163СУ. Он вашему магазину принадлежит. Кто на нем ездит? Понятия не имею. А с кем можно поговорить насчет его? Сейчас, минутку. Алло. Здесь из полиции по поводу фургона. Понял. Ну, проходите к директору, он на месте. Спасибо. На этом Долотов работает, но он сейчас в отпуске, другие ребята берут. Что, авария или что там? Нас интересует, кто брал машину в ночь на 3 июля. Никто. У нас нет ночных выездов. Скажите, а вот этого человека не видели, не знаете? Нет, не знаю. У вас все? Директор строительного магазина никогда не встречал владельцев строительной фирмы. Простите, не поверю, Тишилов город маленький. У меня память плохая. Я вообще не тусовщик. А что вы так нервничаете? Я не нервничаю. У меня проблемы на работе. Сейчас будет совещание. Если у вас больше нет ко мне вопросов... Алло, Зоя, давай вызывай срочно сюда заведующих с секциями. Скажи, Палагин приказал. Палагин? Стойте! А можно взглянуть на ваши руки? Вы что, с ума сошли? Может быть, вы еще отпечатки пальцев у меня возьмете? Все, до свидания. Просто у вас такой красивый зажим на галстуке. К нему же должны быть еще и запонки, правильно? А где запонки? Думаю, вы их отдали для подмены. И фургон ваш. Может, сами расскажете, зачем убили Хромцова? Звони-ка, лети! Пускай транспорт шлет! Пусти! Палагин, это Назарова. Можно? Заходи, ругаться будут. Алексей Трофимович, мы же для дела старались. То, что старались, хвалю. Ругаю за легкомыслие. В нашей профессии легкомысленных нет. Знаете, почему? Почему? Потому что все легкомысленное уже на том свете. Это же надо было додуматься. Начать расследование в Ребусе и даже не поинтересоваться со фамилией директора. Там просто таблички на двери не было. Детский сад. Представляешь, они родные брат и сестра. Палагина. А, получается, Палагина брату помогала воровать? Эти родственнички делами пострашнее занимались. Мы с шефом только что в твоем ТСЖ обыск учинили. И что? Походу, в твоей коморке, куда тебя Палагина не пускала, тот, где не товары были. Труп Хромцова. Да нет. Да. Строительная краска на костюме Хромцова оттуда. А еще там в углу мы ковер нашли со следами крови. Ковер-то там откуда? Там же ремонт. Занесли зачем-то. Много у вас у кого там есть ковры? Да не знаю, но выбивают. У Палагина один висит в ТСЖ, это точно. Вот. Если ковер палагинский, еще одна улика, как думаете, Алексей Трофимович? Я думаю. Ковер привезут вместе с трупом. Вернее, труп в ковре. Хотя, своди Глафиру к экспертам, пускай взглянет. А я в следственный отдел. По присутствию на запросе. Есть. Ну, я так понимаю, сказать вам больше нечего. Гражданин начальник, я вообще не понимаю, в чем тут дело. Да, я ездил по ночам к сестре. Да, иногда на служебном транспорте. Потому что днем я занят. Каюсь. И даже из магазина подарки возил. Ну, а что, они оплачены все. А в ночь на третье я, между прочим, на свадьбе гулял. И то, что ваша пенсионерка видела, это ее проблемы, то, что она видела. Понятно? Может, у нее долг по коммуналке. Или она сестре мстит. Зачем же заторванывает моего стажера, когда он вас про запонки спросил? Ну, я испугался вашего сотрудника. А запонки я мог и у сестры бросить. Я их все равно не ношу. Зачем, что она покупала? Заколка понравилась. Значит так, я больше говорить ничего не буду. Введите меня в камеру. Каков гусь? Ничего, с сестрой попроще будет. Ковер. Скажите Буянову, что группа и резус-фактор пятна с кровью вашего убиенного совпадают. А генетика, генетика на раздвание делается. Пора бы уже запомнить. Нам бы на сам ковер взглянуть. Ну, вон он лежит, только пыльно там, поаккуратнее. Нет, в ТСЖ таких точно не было. ТСЖ. До начала двадцатого века ручная работа. Подождите. Значит, это тот самый ковер, который вынесли из дома Назимова. Я помню, мне Чижов рассказывал. Ваш брат показания давать отказался. Имеет право. Последствия будут плачевными. И такими же плачевными они могут оказаться для вас, Ирина Семеновна. Поскольку присутствие Хромцова, убитого или еще живого ТСЖ, которым руководите вы, установлены факты. Нет, нет, нет. Я все расскажу. Потому что мы с братом не виноваты. Понимаете, он молчит, потому что думает, что она его выиграет. А она не станет. Ну что мы ей? Кто она? Рожкова. Заммэра. Так, давайте по порядку. Ну, Рожкова это наша с Кузей родственница, дальняя. Объявилась вдруг, помогла из деревни переехать, на должности устроила. Мы думали, что родная кровь говорит. Эй, просто свои люди нужны были, чтобы не засвеченные. Вы ей оказывали услуги? Да дня спокойного не было. А в последний раз эта зараза вообще обнаглела. Труп утилизировать приказала. Толь. Ну, тогда как раз на третье брат ко мне заявился посреди ночи. Возьмэр, что случилось? Откуда ты? Сейчас свадьба нашей кассирши, блин. Мне дали расслабиться. Опять Рожкова. Да, Бутина, неладно. Твоя счетна учудила. Выдернула меня из-за свадебного стола. Ключи мне вручила и приказала ехать к дому Назимова. Знаешь, где дом Назимова? Ну? Ну вот. И сказала, чтобы я там труп забрал. Что забрал? Труп. И куда подальше отвез. Там Золотые горы пообещала. Сказала, если не выполним, она нас с тобой вместе обратно в деревню засунет. Сволчим билетом. А ты? А что я? Машины не было. Я вот в служебный фургон. Сел и поехал к дому. Приезжаю, захожу, смотрю и правда, шмурик лежит. Фермач один. Ну, я его в ковер закатал и в фургон положил. Господи, там, наверное, следы-то в доме остались. Да я все замыл, только долго провозился. Не знаю, что делать. Вот, к тебе привез. Что привез? Труп. Тихо, не ори. Нам вместе из этого дерьма выкарамкиваться. Лучше придумай, куда тел одеть. Думай, думай. Так. Единственное, о чем мы с братом додумались, это спрятать труп на день в подсобке, где ремонт. Там и краска пахла, собаки не учуют. А потом я рабочим этим ремонтникам позвонила, сказала выходной, что материал не привезли. А на следующую ночь брат приехал на своей машине, переложил труп в мешок и подальше увез. В черный пруд бросил. Там часто грабят. Обошлось. Выручили благодетельницу. За бесплатно. Вообще, ни копейки не заплатила. Что ж вы от ковра с кровью не избавились? Ну, ну, все уже не учтешь. Мы же не какие-то там убийцы. А когда Назарова ту запонку, то нашла. Откуда я знала, с убийцей она, с трупа или не с трупа. Брат сказал, вроде были запонки. Ну, я подумала, подумала, побежала в магазин. Нашла похожее, подменила, я все остальное выкинула. А заколку я это Кузе на галстук. Ну, а чего добро, да зря пропадать. Вы вообще понимаете, кого вы пришли обвинять? Я позвоню, от вас мокрого места не останется. Возможно, но для начала я ознакомлю ваше руководство с фактами. Факты? Вреди моих родственников? Да они алкоголики, я докажу. Имеются и другие свидетельства. Бизнесмен Жуков рассказал, что на банкете он не просто поиздевался над физиономией Хромцова, а заявил, что именно смазливая внешность позволила ему выиграть тендер. И вы ему верите? Жуков мелкомстил. Не скажите. Многие местные бизнесмены подтвердили, что строительные подряды можно получить у госпожи Рожковой, расплатившись натурой в том числе. Да что вы себе позволяете? Кстати, в распоряжении следствия имеется дизайнерский пеньюар из гнездышка, который вы оборудовали в доме Назимова. Узнать, кто его заказал, было легко. Ну, Наленьевна. Я думаю, лучше все рассказать. Я понимаю, все против меня, но я не убивала Хромцова. Я всего лишь назначила ему свидание. В доме Назимова. Мне тоже хочется чувствовать себя женщиной. Поймите. Я давно искала место, чтобы... Ну, вы понимаете, город маленький, квартиру снимешь, все будут знать. А тут дом отдельный. Да еще и повод есть появляться. Объект контролируют. Контролируете, да. Ремонт в исторических стенах. Это не я. Это... Это прежний владелец. Когда Чижов с активистами подняли шумиху, пришлось ехать и осматривать. И там тайная комната открылась с отделкой. Представляете, дворец в развалюхе. Мне показалось это эротично. Я доработала бодуары и стала пользоваться. Сколько раз вы приглашали туда Хромцова? Я не помню. Раза три. Но в последний вечер меня задержали дела. Котик! Заждался. Заждался. Заснул. Бедненький. Я чуть не помешалась от ужаса. Поймите, о доме Назимовых знали все мои увлечения. И если бы тут обнаружили труп, все бы выплыло наружу. И тогда конец. Увольнение. Наша тюрьма. И вы позвонили Палагину, чтобы он вам помог? Да. Но потом я поняла, что тайный бодуар это тоже улика и там мои вещи. После вывоза трупа Палагин, мягко говоря, был неадекватен. И нужно было самой возвращаться в тот ужасный дом. И вы решили его снести. Так было проще всего. Но опять влезли активисты. Потом вы подселили туда стажерку. Я не знала, что от нее ждать. Я совсем покой потеряла. И инсценировали учебную тревогу. Я просто пришла и все собрала. Манекен с пеньюаром не успела. Ваша сотрудница быстро вернулась. Вы верите, что я не убивала? Ну, натворили вы достаточно. Думаю, что протокол о задержании будет. Это я. Заходи. Что сменилось? Я хотела узнать, как там с убийством Хромцова. Раскрылось? Более чем. Город бурлит. Заместитель мэра замочила любовника. Журналисты телефон обрывают. А что не так? Да все. Эксперты утверждают, что Рожкова не могла нанести Хромцова удар по голове. Ни села, ни рост не подходит. Орудие убийства не найдет. Даже если бы нашли. И ладно бы, дамочка, пилочкой для ногтей орудовала. Так нет. По акту вскрытия это был какой-то строительный инструмент. Вранья кирпичная крошка. И спрашивается, при чем здесь любовь? Ну, может, что подвернулось, под руку тем она и тюкнула? Да не похоже Рожкову на ротаманку, склонную к убийству в состоянии аффекта. Понимаешь? Должность ей гораздо важнее, чем все любовники вместе взятые. Вот такие дела. С утра не в духе. Понимаю. Ты сейчас куда? Я сейчас в общежитии, узнаю насчет аварии, потом загляну к родственникам. Знаешь, в дом Назимова что-то не тянет пока что. Может, тогда кофейку? Давай. Ой, Глашенька, а я, знаешь, никак с этим инвентарем проклятым не управлюсь. Ты к своим? Да. А вы как здесь? Отпустили под подписку за активную помощь следствию. Что там про Рожкова-то слышно? А? Призналась, что убийца проклятая, я не в курсе. Глашенька, ты уж прости меня за ту запомнику. Испугалась я. Я не держу, но у вас зла все хорошо. А может, все-таки вернешься, ну, значит, третьего дворника выгоняй. Вот приходится самой работать. Кстати, и каморку твою отремонтировали. Хоть сейчас вон заезжай. Спасибо, мне на новой работе нормально. Это ж надо, бедняжка. Целый дом выделили и на месте преступления. А где жить-то? У нас, что ли? Вон во дворе трубы складируют. Ой, да успокойтесь, в общаге сказали, что еще недели заселят. Большую комнату дают такую светлую. Правда? Отремонтированную? Нет, но это я сама. Я не об этом хотела спросить. Пап, ты же автослесарь, по долгу службы многие знаешь. Ну, не без этого. Ты пересекался со стариком Назимовым? Который бывший начальник, что ли? Нет. А в чем дело? Да, странно, Рожкова использует дом для свидания, это понятно. Но ведь тайную комнату не она придумала и дорогой ремонт тоже не она. Значит, это он, Назимов, бывший владелец, пенсионер. Но странно, я думаю, почему, зачем? А потому что ничто человеческое старикам не чуждо. Старикан Назимов небось в этой комнате о прошлой жизни медитировал. Какой жизни? О прошлой. Я, конечно, не автослесарь, но тоже не без источников информации. Как только началась вся эта история с защитой дома, то клиентки у нас в салоне стали рассказывать, что старикан Назимов в прошлой жизни чайник-борником трудился. А кем? Директором афинажного завода где-то на Урале. Афин... Какого завода? Да, афинажный завод это завод по обработке драгоценных металлов. Ого! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ! Стоять! Полиция! СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ! Выходите. Привет. Выходной сегодня? Да, калита до обеда отпустил. Может, накормишь тогда завтраком? А то мать в деревню укатила, а самому лень. Вспомнил твои пироги вкусные. Да я-то накормлю, но у меня только оладьи постные. Ничего? Сойдет. Хорошо. Бери тарелку тогда. В отделе такой кипиш. Рожкова, похоже, правду говорит. Не убивала она. Из мэрии перезвонят каждый час. Вынь да положим убивцы. Буянов скоро рычать начнет. Я представляю, что узнала. Оказывается, пенсионер Назимов перед пенсией возглавлял завод драгметаллов. Да ну? Я подумала, как он при такой высокой должности отремонтировал только одну комнатку. В таком-то доме. И то ее шкафом заставил. Странно. А кто его знает? Но вообще, где много золота, там всегда не чисто. Нужно побольше разузнать про этого старичка. Слушай, а может мы к Чижову сходим? Он все-таки его бывший зять. А может прямо сейчас? Давай. Слушай, оладьи чудо. Это я к тебе удачно зашел. Слушай, а сегодня ночью ты не заходил? Что? Да не, мне просто показалось, что стучали. Господа полицейские, не терпится снести дом. Предупреждаю, я буду бороться до самого конца. Мы по-другому вопрос. Да, с домом все в порядке. А, простите, великодушно. Просто пришла бумага из мемкульта. Не хотят признавать историческую ценность этого дома. Ну, якобы, сведения о декабристе не подтвердились. Я докажу, я обещаю, докажу. Конечно, докажете. Мы хотим узнать о последнем владельце. Что с ним? А правда, что ваш родственник был директором афинажного завода? Да. Тогда почему он жил в развалюхе? Ну, не в развалюхе, а в своем родовом умении. Ну, а во-вторых, у него были на это свои причины. Какие? На Уральском заводе, где он был руководителем, произошла утечка золота. Сначала были разбирательства, потом суд. Но его оправдали, но лишили всех званий и уволили. И он вернулся в Тишилов? Ну, да. Он починил немного дома и стал жить. На скромную пенсию? Ну, да, по-спартански. Он очень скромный был, помощи ни от кого не принимал. А как же тогда тайная комната, если по-спартански? А, это вы, по-любому, гнездышко? Ну, только это же устроило заммэра. Насколько я понял, с газет? Нет, комната появилась раньше, еще при Назимове. А можете показать? Вон, за шкафом. Да, не знал я, что у моего теста такая тайная жизнь. Интересно, зачем он комнату за шкафом спрятал? Может, воров боялся? А я понял. Не воров. А кого? Нас. У вас. Ну, то есть, полицию. Наверное, он все-таки как-то был замешан в деле с утечкой золота. Подождите, подождите. Назимов все время говорю, что уже держится на трех кирпичиках. Шатается, но держится. Я думал, образно про свое здоровье. А что, если про золото? Ну, золото, оно же в форме кирпичиков. Хромцова стопудово убили из-за золота. Он же застройщик. Наверное, приехал осматривать территорию, наткнулся на золотые кирпичики, ну и... А потом убийца унес клад. А что, если не унес? Как? Ну, мне же постоянно кажется, что ночью кто-то в дом лезет. Шорохи там всякие. Я помню, вы говорили про аномальную зону, а что, если золото все еще здесь? Так. Надо срочно здесь все обыскать. Подождите, молодой людь, разрешите ложку дегтя? А как вы собираетесь искать? Просто голыми руками, без приборов? И что тогда? Звоним Гуяну. Хотите, я вам помогу искать. Правда? Да, у меня есть специальный прибор, металл искатель. Вот просто никому пока еще не говорите. Ну, в связи с событиями, эта бумага из бенкульта, если мы не найдем клад, нас даже просто засмеют. Мы могила? Ну да. Хорошо. Это замечательный металлоискатель, он не реагирует на ржавые гвозди, а только на золото. Круто. Ну, с чего начнем? Ну, мне кажется, с тайной комнаты. Может, Кромцов унес золото, а убийцы не знали? Тогда зачем было его убивать? Господа, Сташор, не надо впадать в уныние. У нас есть еще прекрасное место для тайника. Да, подробно. Есть. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Ничего себе! Так вот, на что Назимов жил. Тайный миллионер. А почему? Викентий Петрович? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Яхал и студентами. Вы не задумывались, зачем библиотеку и металлоискателю? Так, что за шутки? Стоять! Стоять, я сказал. Как же я устал от этого клада. Золото, золото, золото. Жена только о нем и говорила. Говорила, вот помрет тесть, и заживем, как люди. А вышло все наоборот, это она умерла от аборта. А тесть обо мне даже думать не хотела. Ну, я думал, он состарится, смещится. Нет, так один и помер, как сэйч. Ну, я решил заниматься наследством. А потом мне сказали, что это невозможно. Ну, я же, я же не кровный родственник. Ну, тогда я решил эту развалюху записать в памятнике искусства. Чтобы время потянуть. То есть, это все неправда, что вы про дом Назимова рассказали? Почему неправда? Ну, что-то подправил, что-то добавил, что-то перекомпоновал. Ну, зато в Минкульте заинтересовались. Ну, а пока они поняли, что суть до дела, я бы золото и забрал. А, что же не забрали? Замком долго провозился. А потом нужно было найти еще металлоискателя. Я купил один, но он не подходит. Потом купил следующий, ну, который реагирует только на золото. Ну, а потом я вечером залез в подвал, а тут... Чума! А я думаю, кто тут шуршит? А это злейший враг моего мини-отеля. Чего поделываем тут среди ночи? Понимаете, просто поступила информация о протечках, вот проверяем. Для старого дома это очень опасно. Слушай, ты из меня дурака не делай, я строитель, как некий. В руках что? Долгоискатель? Протечки, нигде, золотые ищешь? Послушайте, вы по всему не так поняли. Нечего здесь понимать. Слушай, знаешь, я ведь за эту информацию мне Рашкова не то, что менять отель, Высотку подпишешь. Активист, правдолюб, защитник исторического прошлого, Примитивный кладоискатель. Что здесь? Сундучок, золотый? Ладно. Пню выпьем, пока моя мымра не явилась. Заодно обсудим, какой процент с твоего сундука мой. Лады? Нет, я… Я, конечно, мог бы выкручиться, но тогда бы я потерял любую возможность забрать себе золото. И вы убили? Да, убил. Поначалу мне было страшно, я не понимал, куда мне деть труп, а потом вспомнил. Хромцов же про Рашкова рассказывал. Получается, он же ее ждал, значит, они любовники. Вот я поднял труп наверх, спрятал инструменты и сбежал. Ну а чего? Она же за мэра, вот она, пусть его и прячься. А она спрятала, молодец. И вы вернулись в дом? Вернулся, ну ты же там поселилась и новый замок повесила на подвал. А потом еще бумага из этого, из Москвы пришла. Они поняли, что это все фикция и что, все пропало, все… Нет, нет, ну… И дом вот-вот снесут. А потом на мою голову появились вы, два стажера, придурка, и начали расспрашивать. И я понял, что нужно идти во банк. Все! Хватит разговора, давайте сюда золото. Не слушай его, Илья, не слушай его. Живо я сказал! Вы стреляйте, пожалуйста, у меня мама болеет. Отдай лучше. Отдай лучше. А вы знаете, что бывает за убийство сотрудников полиции? Не слышали? Ничего не будет. Здесь в подвале выстрел, это просто как хлопок в ладоши. А на меня кто подумает? Кто я такой? Я же просто бумажная крыса. Так ты встань сюда! Отошла, я сказал! Золотое. Ты мне еще понадобишься. А с тобой? С тобой, богатырь? Придется распрощаться. Вы не посмеете. Больно! Сказал бы я вам, приятели, и за самодеятельность вашу. Хотя, Глафира, ваша хватка определенно похвалы заслуживает. Ты где так научилась? Если честно, Алексей Трофимович, я просто испугалась. Ладно. Теперь приятная новость. В связи с раскрытием тяжкого преступления, начальство приказало зачислить стажеров Назаров и Прохорова в штат до окончания испытательного срока. Простите. Спасибо. Поздравляю. 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 Ну ты рад или не рад? Товарищ майор, я передумал работать в полиции. Илья! Илья! Илья, подожди! Илья, что случилось? Это из-за того, что я чужого повалила? Я никому не хотела говорить об этом, честное слово. Меня врачи спросили сами. Нет, нет, ты что? Все нормально. Ты тут вообще ни при чем. Наверное, просто оперативная служба не для меня. Лучше я буду кадастрами заниматься. Спасибо тебе, Глаша, за спасение. Не беси меня лучше. Еще раз зависнешь, я тебе на компьютерные курсы отдам в САБЕС. Там тебя научат уму-разум. О, Назарова, ты как раз ловим. Садись. Вот у меня терпение уже лопнуло и не могу с этим пылесосом работать. А что надо? Вот из этих сводок перенести в базу гастролеров. Иногородних преступников? Наоборот, наших тишиловских, которые засветились на выезде. Чуть оттяни, давай. Это не та графа, это потерпевшие. Повнимательнее. Что? А Петров Анатолий Иванович, это кто? Это наш горе-секс-гигант. Уехал в Семьозерск, там подцепил невероятную красотку. Она его обобрала до нитки, и он сидит теперь там, документы восстанавливает, билеты. Горе луковое. А что, знакомый? Понравился? Нет. Пельмени будешь? И что? Больше не звонил? Ни разу с тех пор. Я даже ему сама СМС-ку написала, спросила, как дела. Он даже не ответил. А я уж подумала, тот самый. Ага, тот самый. Дебил. Слушай, у Ильи просто очень болезненное самолюбие. И я тоже хорошая. Я накинулась на этого чужого, как ненормальная. Могла поделикатнее. Что поделикатнее? Спасать его поделикатнее? Ага. Да сейчас. Тоже мне нашелся. Илья Муромец. Недоделанный. Ну, все-таки. Ну, хорошо. Посмотри, родила бы ты от него. А вдруг сын? И что, такой же в него? Ненадежный? Не, Глаж, тебе такой не нужен, поверь мне. Будем искать героя твоего романа. Так что… Благо, оперов у нас достаточно, так что… Ань, помнишь, ты просила узнать про Толика? Как он там в командировке? Я узнала? Так, только ты, пожалуйста, не волнуйся. Я… Толик. Не поняла. Это что такое? Мама! Привет, любимая. А вот и мы… Привет, привет. Привет. Так, подожди, а почему так рано? Что-что? Почему? Да, к Настене заехала в лагерь навестить. Там же рядом. Вот. А она плачет. Почему? Что такое? Почему ты плачешь? Мам, мне в лагере плохо. Плохо? Вот, забрал. А давно забрал? Нет, нет. Мне десять назад. Да. А она мне в командировке помогала, да? Мы домой боялись. Почему не из-за тебя? Да. Вот, пришли сдаваться. Технушин, да? Сдаваться? Да. Значит, так. Прекрати ее. Посмотри, какая ты счастливая. Все же хорошо. Хорошо. Значит, ты везучая. А может, чай пойдем пить? Да, сейчас. Торт купим. Да, подороги, давай. Когти, дай я на тебя хоть посмотрю. Да, пойдем дома посмотрим. Как-то выросла даже, да? Да, уже большая совсем. Давай, рюкзачок, давай. Ну вот, рюкзачок. Ну вот. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Папа! Что, папа? Да можно я не пойду, Наил? Все равно опоздали! Нет, нельзя. Прекрасно успеешь. Мам, можно? Так, Ась, скажи, пожалуйста, нашей дочке, чтоб… Так, оба! Пожалуйста, отстаньте от меня. И дайте мне отдохнуть от этого отдыха. Ага. А это что такое? Мам, это твои бусы! Ну, ты когда их порвать-то уже успела? Нет, 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 нет! А я тебе говорила. Давай вернемся! Что это такое-то? А ты не видишь? Нас обокрали, блин! Да что я-то? Я что ли обокрал? Ирина Григорьевна! А? Вы мне коробку дали с гвоздями, они все гнутые. Ой! Я коробочку-то одну под мусор приготовила на выброс, и хорошей поставила, и забыла. Она тебе и попалась! Ой! На-ка! Спасибо! Держи! Ох, везучая ты, Назарова! Что есть, то есть. Дань! Чего? Подожди, что? Все правильно сделали, что вызвали полицию. Я сейчас приеду, слышишь? Все, я одеваюсь. Просто я не понимаю, кому это нужно, блин, взять вот так вот залезть и все украсть, ну... Ну, перестань, расскажите лучше, что украли. Да все, все украли. Где все? Я не вижу, что все. Наличку все украли, и что-то из дорогой техники украли, и... Вот. Мои драгоценности, самое дорогое, что было. Малыш! Ну, что? Ну, не такие уж там сокровища. Купли я тебе новые, чего ты? Ты сейчас серьезно? Да. Ну, ты не понимаешь ничего. Ну, это же с каждым колечком, с каждым камушком, это же такие воспоминания. Этот кусочек жизни, да ну тебя! А унижение, глажь. Ну, блин, ну что это такое? Захотели, пришли, обворовали, что ли? Что опергруппа сказала? Да. Ну и ничего не сказали. Поспрашивали в Бразилии, куда поехали. Кто дверь последние закрывал, и знает ли кто-то код от нашей сигнализации. Печатки взяли. А этот следователь, он вообще обычно дежурный. Представляешь? Блажечка, ты там поспрашивай, пожалуйста, в отделе, кто там нашей кражей занимается. Ну, если что ты узнаешь, сообщи. Спасибо. У меня завтра такой ответ среди, я в дежурке впервые буду рулить одна, аж до обеда. Классно же, это твой калита в тебя поверил. Да нет, конечно, просто у него дела там какие-то, с возлюбленной надо выяснить. Ну, все равно приятно. Ну, конечно. Предлагаю утешиться с судаком в кляре. Не буду, я ничего. Мы с Санечкой и с Настей вместе из реки вылавливали. Там что, картошечка еще? Да. Пойдем. Пошли. Пошли, пошли. Да положи ты уже. Пойдем. Приняла дежурная смена Назарова. Оперативная часть центрального ОВД. Переключаю. Вы что-то хотели? Да, беда у меня. Так, я вас слушаю. Сестра родная, совсем распоясалась, изничтожить меня решила. Так, расскажите по порядку. Да какой тут порядок? Ненавидит он меня люто. Недавно смертью преградилась, а сейчас сыновей своих, племешей моих родных подговорила, так они всю стену угрозами расписали. Какую стену? В доме, у квартиры. Да в квартире им не пройти. Там замки везде. Я об этом позаботилась. Так они что, удумали? На работе под окном расписали. Все про смерть. Смотреть страшно. Мой муж недавно умер. Он бы позаботился. А так, ну хоть вы помогите. Так, а как вас по имени? Пашкова я. Софья Лукинишна. Софья Лукинишна. Вот все, что вы сейчас описали, это обыкновенное психологическое насилие. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Да, так и есть. Значит, сейчас я приму у вас заявление. А я все напишу, пожалуйста. Что это? Что это, Назарова? Тебя нельзя на полчаса оставить одну? Ты скрытая угроза. Стихийное бедствие. В смысле, а что не так? Я заявление приняла по всей форме, как учили. А в людях тебя разбираться не учили? Добро от зла отличать. Сказка ложь, да в ней намек. Да что я тебе как маленькая объясняю? Ну ведь важна не бумажка, а кто ее написал? У нас эту Пашкову все УВД знает. И сестру ее тоже. А что у них? Наследство не могут поделить. Батя пил и коряло сочинил завещание. Они вот это теперь все, семейным музом конец. Ходят теперь, пишут друг на друга эти кляузы. Вон, вон уже понаписали. Грушко год с ними мучается. И что теперь делать? Исправлять ситуацию? Беги сейчас к ней вот по этому адресу. И убеди ее отказаться от этого заявления. Любой ценой. Давай. Если дома не застанешь, беги во вторую поликлинику детскую. Она там трудится с санитаркой. Все, я поняла. Да не поняла, а так точно. Давай беги. Так точно. Ксюша, чуть не забыл из-за тебя. Ксюша, да вот у меня минутка как раз вот есть. Главное, я аж каждое утро аккурат отсюда начинаю намывать. Выходит, она за мной еще и следит. Да сама погляди. Увидишь, такое сердце и прихватит. Да уж. Молодежный стиль. Так я и говорю, племеши. Я им подарки носила, а они отблагодарили. Как вы знали, что я осталась одна, так все свои семейкой хотят меня из города выжить. Софья Лукинична, может, вы съездите к сестре, поговорите с ней. Я уверена, что вашу проблему можно решить. Ты что? Я с Катькой, которая хочет моей смерти? Да нет, не пойду, ни за что, нет. Ну хотите, я схожу. Может, все не так страшно. Ну, сходи, реши. Тогда, возможно, и заберу свое заявление, а пока даже и не проси. Ладно, давайте адрес. Сейчас я спешу. Смотри. Ой, это вот где? Да, мы на узер ездили. Да вы что? Да вы что, и уколались. Спустите, а Катерина с Железняковой здесь живет, не знаете? В третьей квартире, только она еще из больницы не вернулась. А что с ней? Да с ней ничего, это она к мужу. Расхворался совсем. Катерина к нему каждый день после смены ездит. А больница далеко? А что? Да вон Катерина, уже сама вернулась. Спасибо. Здравствуйте. А я из полиции, поговорить хотела с вами. Опять сестренка не мется? Пойдемте там поговорим. У меня дома не убрано. Пойдемте. Кто это? Не знаю, что там, что это. Смотри, не просто так. Понимаете, угрожающие надписи — это серьезно. Если докажут, то это статья. Даже если ваши сыновья несовершеннолетние, то все. А при чем тут мои парни? Они месяц, как на даче. Мне вообще не до сколка. У меня одни отвары, да кашки на уме. У вашего мужа больной желудок? Да, я вас с этим замучила. Сегодня на поясницу жаловался. Продуло, что ли? Вы меня извините, ладно? Я тут со своими разговорами. Вот ведь как бывает и у вас с мужем, и у вашей сестры вообще. Что? Он умер. Петя умер? Когда? Недавно. А вы не знали? Нет. Мне же вообще не до чего. Мы с сестрой в контурах. Ой, бедная. Не, ну Петя, конечно, с придурью был. Ну добрый. Соник, ты вообще в нем в душе не чаяла. Да, Софья Лукинична очень переживает. Ой, я даже с зятем не попрещёлся. Мы с сестрой-то родительское наследство не поделили. Я слышала. Петя-то сразу говорила. Говорят, продавайте все, делите поровну. А то переругайтесь с вашим-то характером. Как в воду глядел. Я тогда пойду, ладно? Я желаю вам, чтобы в вашей семье все наладилось. И вы не сердитесь на сестру. О, Горюшка, у Вики-то это давно с желудком. Говоришь, он еще на поясницу жалуется? Ну так ваша сестра сказала. Поясницы-то могут быть почки. Мы у Петеньки тоже почки отказали. А как спохватились, поздно уже было. Вот и не спасли. А у Вити ноги не опухают? Я не знаю. У меня есть телефон. Отличный врач-нефролог. Он в больницу приедет, консультацию сделает. Передашь Катерине? А может вы сами ей передадите? И вообще, вы бы поддержали сестру. Она неважно выглядит. Да? Да. И может быть вы заявление заберете? Мы же уже поняли, что ваша сестра здесь ни при чем. Конечно, заберу. Катька еще та холера. Но сейчас не до разборок. В общем, эти угрозы оказались просто граффити. Я молодец? Ну а главное что? Кто тебя вовремя и оперативно проинструктировал? Ладно, молодец, хвалю. Можешь немного заняться своими делами. Только подальше. У меня серьезные сейчас будут переговоры на высшем уровне. Не наладил с ней отношения? Тебе-то какое дело? Все, ладно. Я испаряюсь, но не бесплатно. Наглеешься каждой секундой. Что? Меня подруга попросила проконтролировать одно дело с кражей на Луговой 30. Кто ей занимается? Не Буянов, случайно? Буянов он сейчас отъехавшее начальство замещает. Скорее всего, Денис Ремезов. Знаешь? Толковый? Толковый у тебя куратор. Ремезов, тебе понравится в общем. Что это понравится? Это что, я ваших женских вкусов не знаю? Не умеете душу рассмотреть. У меня уже звонок. Да это... Ну я, конечно. Заходите, располагайтесь. Дверх только прикройте. Так, значит... Лаша. А я все думаю, что за миленькая, новенькая появилась у нас в дежурке. Все никак не находил времени познакомиться. Я по делу. Ну, разумеется. Чем могу быть полезен? Я по поводу кражи на Луговой. Хотелось бы узнать, как продвигается расследование, если можно, конечно. Это личный интерес. Ну, наверное, да. Потерпевшие Петровы – это мои бывшие одноклассники, а Аня, Анна Петрова – самая близкая подруга. Ну, ничего обнадеживающего я сказать не могу. Ограбление на Луговой – это из новой серии. Какой серии? Новой. Мы это так все здесь называем. В общем, объявились у нас тут умельцы. За последний месяц обнесли больше двадцати квартир в Тишеволе. И почерк такой нетипичный, и непонятно. То ли дастролеры, то ли наши дебютанты. И не поймать? Пока нет. Вашим Петровым еще очень повезло. Ну что, они уехали на пикник, и дома никого не осталось. Потому что предыдущее ограбление закончилось убийством. Да вы что? Да, жена уехала, муж остался дома, ему отпуск задержали. Ну, домушники, видимо, не предположили такого варианта. Залезли в квартиру, столкнулись с хозяином и прынули ножом. Вот видите, Глаша, что бывает, если в отпуск во времени уйти. Простите, а как фамилия убитого? Агеев. Детский врач. Работал здесь в поликлинике недалеко. Номер два. Денис, у вас сейчас есть время? А что? Хочу вам кое-что показать. Пойдемте? Вон, художество. О, впечатляет. И прямо напротив кабинета Агеева. Вон окно на втором этаже. Вы откуда знаете? Я привык отрабатывать все версии, я уже здесь был. И даже граффити видел, только дневник. А вы не думаете, что это ему так угрожали? Фантастика. Можно поговорить с главврачом. Есть время? Есть. У Кирилла Романовича не было врагов. Я вам это в прошлый раз еще сказал. Такой вот он, белый и пушистый, да? Вы не поняли. Конечно, характер у него был не сахар. Самовлюбленный. Немножко эгоистичный. На него были жалобы. Но у кого их нет? Сами знаете, с кем работаем. Вон, пожалуйста. Родители. Они же ведь трясутся над своими детьми. Да. Но чтобы убивать, это уже слишком. Простите, а Агеев только здесь работал или еще где-нибудь? Ну, кто ж из нас грешных медиков не сотрудничает с платной медициной? Правда, в последнее время доктор Агеев нас удивил. Подвязался в элитную клинику доктора Олейника. Слышали про такое? Ну, да, это пластическая хирургия. Только лор тут при чем? Ну, как же, там такой специалист нужен. Но ведь туда надо устроиться, к доктору Олейнику. Ну, а Агеев из детской клиники, да еще районной. И как же он туда устроился? Ну, у нас ходили разные сплетни. Говорили, что ему помогла Клара, это супруга Олейника. Мол, она за него где-то молвила словечко. Сама Клара у нас работала раньше процедурной медсестрой. Но они дружили с Агеевым. Очень. Были любовниками. Возможно, возможно, свечку не держал. Но вы ведь думаете, что Олейник зарезал Агеева из-за ревности? Это нонсенс. Это нонсенс. Я пока ничего не думаю. Позор моим сединам. А про Агеевские подработки я и не подумал. Вы молодец, Глаша, вовремя задали вопрос. А я все-таки уверена, что этот Олейник мог запросто убить Агеева. Любовь и ревность никто не отменял. Не отменяли, да. Но, боюсь, это не наш случай. Почему? Ну, во-первых, попытайтесь себе вообразить, как глава элитной медицинской клиники разрисовывает стены угрозами. Но это же из области психиатрии. Ну да, они сходятся как-то. А во-вторых? Я только что получил сообщение, что окно в квартире Агеева было вскрыто тем же инструментом, что и во всей серии новых краж. То есть, выходит, Олейник не виноват? Ну, если только не совмещает пластическую хирургию с грубежом квартиры. А как же тогда угроза на стене? Я думаю, что смерть Агеева и это страшное граффити под его окном – это просто совпадение. А мы просто пали жертвой разыгравшейся фантазии, увы. Да, наверное, так. Но, чтобы прекрасные девушки не печалились, у меня есть вариант. Я пока сосредоточусь на обстоятельствах краж и поиске бандитов-домушников, а вы на досуге попробуйте, ну, покопайтесь в хулиганской истории угроз на стене. Я не против. Идет? Идет. В любом случае, Глаша, я хочу поблагодарить вас за бдительность и неравнодушие. Должен бежать. Увидимся. Глашка, я очень рада за тебя. Очень классно все сделала. Сама делала? Да. Это у нее от ее мамочки. Да. Мамочка ее была. Золотые руки. И уютно дома, и приготовлено все, и… Это ты на что намекаешь? На то, что я плохая хозяйка? Нет. Я гены просто говорю у нее. Все. Знаю я про что-то. Слушай, а у тебя окна на юг? Я еще не разобралась, но знаю. Да какая разница. Уютная, просторная. Молодец. Спасибо. Ну, в общем, МВД заботится о своих сотрудниках. Молодцы. А у нас, Глаш, семейная проблема. Мальчики сейчас у бабушки, но завтра она в Воронеж уезжает. Отца с работы не отпускают, а у нас приходят батареи менять. Может, ты возьмешь мальчиков к себе? Ну, так как жилплощадь теперь позволяет? Да ты что ж, у Глаши служба. А мальчишки пускай на улице погуляют, пока батареи чинят, а я потом с работы приду и побуду с ними. Правильно. А мне, значит, надо разорваться, чтобы не за мальчиками следить и за рабочими? Или ты хочешь, чтобы у нас детей украли, как у Ивлашева? Ну, что ты говоришь? Не хочу я, чтобы их украли. А зачем ты говоришь тогда, что они должны... Катя, пожалуйста, у меня завтра выходной, мальчишек я заберу, давайте сейчас праздновать. Давайте выпьем. Давайте. Давайте. За тебя. Молодец, большая вещь. Классно. А мне можно? Ремонт офигенный. С новосельем. Мне-мне-мне, можно мне? Да-да-да. С новосельем для тебя. А про окна выпуски? А ты поменьше пей. Глаш, спасибо большое, все было очень-очень вкусно. Я очень рада. Как бы на тортик место осталось, я думаю, что он тоже очень вкусный. Слушай, а почему у тебя посуда пластикла? Да я со следующей получки куплю. Сейчас был выбор либо посуду пластиковую, либо торт. Мне кажется, лучше посуды. Понятно. Моя сильная, независимая женщина. Кстати, по поводу вашей кражи. Там дело пока продвигается очень туго, потому что казалось, что это целая серия ограблений. Вот. Я так и знала. Я попыталась помочь оперу, которая занимается этим делом, правда, тоже пока безуспешно. Толковый опер? Очень. Он толковый и прям деятельный. Перестань, пожалуйста. Денис вообще не мой вариант. Вернее, я не его. Я смотрю, у нас кто-то стал в вариантах разбираться. Красивый, что ли? Понятно. Ладно. Завтра оценю и выскажу свое авторитетное мнение. Нас просто с Толиком в ВВД вызвали, видимо, по нашему делу. Так что деятельный, говоришь? Да. И он такой азартный. Ну так давай. Ну, я не знаю. Стань его лучше помощницей как-то. Действуй. Все к столу. Торт. Ура! Кто будет? Я буду. Только маленький, маленький кусочек. Хорошо. Толик. 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 Я очень быстро поняла, что его цель, место в клинике моего мужа. Но вы послали его? Нет. Зачем? Каждый крутится как может. Тем более, место отоларинголога с частичной занятостью в клинике было. Я попросила мужа, он его устроил. Благородно. Скорее, сентиментально. Хотя на этом наш с Кириллом Ренессанс закончился. Скажите, а если бы ваш муж решил, что отношения есть? Он бы мог, скажем, нанять кого-нибудь, чтобы Агеева припугнули? И убили? Вы подозреваете олейника? Не смешите меня. Тем более, он давно все знал. Я ему рассказала. Зачем же тогда он взял Агеева на работу? Потому что у него нет комплексов. Он в себе уверен, он прав. Понимаете, о чем я говорю? – Прошу. – Благодарю. Так, ну, я полагаю, сюда. Пожалуйста. – Благодарю. – Благодарю. Так. Анна Сергеевна, по просьбе следователя я еще раз опрашиваю потерпевших. Вы же не против? Да, конечно. Если это нужно для следствия, то… Правда, супруг не смог присутствовать. У него срочные дела на работе. Я в курсе, ничего страшного. Когда дело касается квартирной кражи, то лучше разговаривать с хозяйкой. Думаю, так продуктивнее. Согласна? Наверное. Ну, хорошо. Давайте начнем. Сначала. Ваша квартира часто опустует? Нет. Я бы так не сказала. Просто я не работаю, поэтому… Но когда уезжаем, то да, конечно. Хорошо. Когда уезжаете, вы ставите квартиру на сигнализацию? Да. Да-да. Обязательно. Каких-то подозрительных людей в подъезде или, может быть, странные знаки у дверей вы замечали? Нет. Точно нет. Кому-нибудь сообщали о своей последней поездке? Нет. Эта поездка вообще на природу очень спонтанная получилась. Угу. Угу. Перед тем, как покинуть город, вы куда-нибудь заезжали? Да. Мы заправлялись, чтобы бензина хватило. И сразу же поехали. Угу. Анна Сергеевна. Да. Можно вам вопрос не по теме? Можно. Почему все-таки озеро с палатками? А почему нет? Ну, глядя на вас, создается впечатление, что вы девушка, которая очень любит цивилизованный отдых. Пляж, море, спа-отель. Ну, если честно, то у нас просто с супругом проблемы небольшие в отношениях, и... Ну, лучше решать их в натуральной обстановке. Да. Удали от цивилизации. Спонтанно. Да. Прошу прощения за бестактность. Все хорошо. Давайте вернемся к нашей теме, да? Угу. Глашонок, ну что, смотри, мы прошли успешно. Конечно, ты была права, он действительно немножко слишком красив. Но глаза, конечно, очень умные. И такой вежливый, обходительный прям. Так что, берем. Так, скажи мне, ты где сейчас? А, с мальчишками, на маленьком принце? О, класс. Давай-давай, привыкай к семейной жизни. А я, пожалуй, пойду проведаю своего. Узнаю, какие у него там срочные дела на работе. Угу. Давай, целую. Пока-пока. Почерк новой серии не изменен. Воры проникают в квартиры через окна. Для подъема запирающего элемента рам используют плоскую монтировку. Работают виртуозно, царапин практически нет. А с дверными замками предпочитают не связываться. Понятно. Непрофессиональные домушники. Дилетанты. Для владения отмычками навык нужен. Ну да. Дальше. Они отключают квартирные сигнализации, какой-то сильной глушилкой, подавитель сотовой связи. Интересно. Такие разве что угонщики используют. Да, кстати. Я тут передопросил пострадавших. И, в общем, вывел интересный факт. Они все уезжали на автомобилях, на личных автомобилях. Ну, это слабая зацепка. Понятно, что если из квартиры есть что вынести, то у хозяев чаще всего личный транспорт имеется. Ну да. Хотя, глушилка, монтировка. В эту сторону стоит покопать. Может быть, на наводчиков выйдем. Что с убийством Агеева? Да тоже все как-то странно. В протоколе указано, что его зарезали армейским ножом. Но я выяснил, что нунчаки в этом же протоколе описаны как домашний спортивный инвентарь. Но Агеевым он не принадлежит, потому что жена утверждает, что она никогда их не видела, а муж спортом не увлекался. Значит, грабители принесли. Да, и наши спецы уже даже сняли с этих деревяжек отпечатки, но по базам не проходят. Ладно нож, но нунчаки для домушников определенная экзотика. И зачем они на краже? Да, эта зацепка посерьезнее. Давай-ка внеси информацию про нунчаки в общую сводку. Глядишь, сработает. Да, кстати, Алексей Трофимович, тут недавно в Шилове открылся центр восточных единоборств. Может, пошерстить там? Пошерсти. Слышал? Моя крестница из дежурки Назарова. Что-то тебе приготовила. Ага, да. Но это граффити на стене с угрозами. Мы уже выяснили, что это все совпадение. Ты прислушивайся к Глафире Игоревне. Она девушка шустрая и везучая. Имел случай убедиться. Есть. Смотри, кто там. Ага. Эй, эй, деги сюда. Это мой мой, муж Митяич. Митяич. У-у-у. 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 Готовы. Пожалуйста. Ух ты. Вкусная. Вкусная. Весело покатались. Да. На те пойдём? Да, пошли. Не страшно? Нет. Она высокая. Смотри, Дементон. Фондеморт. Это Дементон. Держите, это ваше. Это Дементон. Спасибо. Это ваше Дементон. Посмотри, это Дементон. Что-то непонятно. Дементон, черт. Простите, а вы не знаете, кто там граффити нарисовал? Ну, вдруг. Да какая мне разница, кто там что рисует? У меня здесь дел полно. Ну, вдруг. Там подпись есть Тед. Может быть, этот Тед где-то здесь живёт? Не слышали о таком? Слышал, не слышал. Не в курсе я. А вас, простите, не Рустам Сабирович зовут? А откуда ты знаешь? Так мы с вами в марте встречались. Вы помните, мы на дне работников ЖКХ даже грамоту на сцене получали. Ну, ты что, тоже дворник? Я уже нет. Раньше была. Не подскажете? Ладно, подскажу. Этот парень Тепс здесь живёт. Студент. Хороший парень. Старших уважает, не мусорит. Немножко того. Увлекается. То музыкой, то девочками. Вот теперь живописи увлёкся на стены. Говорит, душу изливаю. Ну, а что, мне нравится. Посмотришь на это серое стено, а тут как портрет. Вы нас не познакомите? А вы его точно не сдадите? А сейчас говорят, за эти граффити наказывают. А парню надо доучиться. Если парень хороший, то не сдам, конечно. Ну что, Ремезов? Пляши, сработала наживка. Только что из областного ОВД звонили. Чё, наводчик объявился? Не угадал. Просят показать нунчайки, которые по сводкам проходили в связи с кражей. Чё, неужели где-то ещё объявились? Более чем. Я тебе информацию скинул. Ну, а если вкратце? Год назад на областной трассе орудовала банда. Останавливали мимо проезжающие фуры. Работали чисто. Следов не оставляли. Лица были скрыты масками. Поймали? Да нет, конечно. Когда за них областные оперативники взялись всерьёз, банда как будто в воздухе растворилась. Так, ну, раз такие организованные, это неудивительно. Да, ясно, что они залегли на дно и, вероятнее всего, рассредоточились. Жду, пока полиция другими делами займётся. И ведь дождутся, сволочи. Так а нунчаки-то при чём? Зрежь в корень. Единственная достоверно известная информация о банде – то, что непокорных водителей они усмиряли нунчаками. За поликлиникой? Мой мастер-пес. А что, кайпова вышла? Кровь жила. А угрозы-то кому? Какие угрозы? Ну, как же там, вон из города, смерть. А, так это не моё. Как не твоё? Короче, история такая. Я эту стену за больничкой давно приметил. Зачётное пространство. Явился с утра пораньше рейтинг навести. Там уже занято. Кем? Сунок какой-то, каракуля царапает. Я, понятно, сбесился. Заорал издалека, чтобы прекращал. А то получит. А он? Прикинь, брови не повёл. Дописал. Посмотрел куда-то наверх. И ушёл не спеша. Как будто меня и нет. А ты? Что я? Всё равно решил самовыразиться. Посмотрел, что этот хейтер малолет не написал. Типа угроза кому-то. И не стал закрашивать. Подстроился. Зловещий такой апгрейд навёл. Той. Понравилось? Да, впечатлило. Тэкс выставить не стал. Всё же идея не моя. Слушай, а ты не помнишь, как этот парнишка выглядел? Я разглядывал. Лет семнадцать. Хилый. Вот что точно знаю. Такие длинные банки, которыми он работал, только в ларьке у кафе Вити можно купить. Банки, это в смысле баллончики с краской? Да. Глава, смотри. Маме понравится? А-а-а! Значит, чёрное дерево, полированное с изображением дракон. Но это же, это же агейские. Да, и такие же описывают потерпевшие водители. Ну-ка, подними сводку по краже. Эглшинка. В каком смысле? Короче, областная банда останавливала фуры в безлюдных местах и использовала GSM-глушилку, чтобы не дать им возможности связаться с полицией или с хозяинами груза. Помнишь, я всё удивлялся, что у наших нетипичных домушников такой мощный прибор. Да уж, подавляли не только сигнал на охранный пульт, но вообще весь дом вырубали. Это чё ж получается? Бандиты-дорожники посели в Тишилове и сменили специализацию? По крайней мере, кто-то из них. Я понимаю, покупателей много, но вдруг вспомните? Такой длинноволосый паренёк лет семнадцати. Аэрозоль у вас как раз покупал для граффити. Помню, Васька. Кто? Ну, Васька Тетеря. Он у меня постоянно отоваривается. То одно купит, то другое. А на прошлой неделе вдруг аэрозолями заинтересовался. Я ему сразу сказал, товар так себе. Но Васька сказал, нормально. Тетеря, его фамилия? И фамилия, и прозвище. Несчастный паренёк, похоже, совсем глухой. Он напротив Витязя работает, со столов убирает. Спасибо. Девушка, стойте, нет его там. Почему? Ну, официанты из Витязя с утра приходили за сигаретами. Так сказали, Васька в больнице лежит. А что с ним? А я знаю. Может, купите у меня что-нибудь за полученную информацию? Давайте растворитель, краску смыть. Для ногтей? Для братьев. Простите, а Василий Тетерин в этой палате? К сыну сейчас нельзя. Почему? Ну, ему укол сделали. У него температура резко вверх скакнула. Врач нас с Ирочкой даже выгнал. Сказал, что Васеньке покой нужен. А вы кто? Мне в кафе сказали, что Вася в больнице. Вас с работы прислали, да? Вот же ж люди беспокоятся. А что с ним? Да, я и... Даже не знаю, как это называется. Ну, раньше это лихорадкой нервной завалось. А врачи всю инфекцию какую-то искали. А вот только вчера, наконец-таки, мы вызвали невролога. А Ирочка так сразу и говорила, что это все от нервов, верно, Ириша. Он такой у меня хрупкий, впечатлительный, понятно же. Все это из-за этого убийства не слег. Из-за какого убийства, простите? Да какого убийства? Врача Агеева. Ну что вы? Не слышали? В новостях говорили. Васенька у этого врача в детстве лечился. Кирилл Романович, ну пожалуйста, у Васеньки с каждым днем все хуже и хуже с ушками. Он меня даже с трех шагов уже не слышит. Ну пожалуйста, ну дайте направление в областной центр. Ну пусть нас нормально обследуют. Простите, а вы где трудитесь? Я? На хлебозаводе. Тогда объясните мне, почему работница хлебозавода диктует мне, дипломированному врачу, как мне лечить пациента? Я же не вмешиваюсь в рецепты ваших булок. Ну, а вот ваши препараты, они вообще не помогают. Как же нам быть? Помогут. Очевидно, что мальчик манипулирует вами. Придуривается. А на самом деле, легкое осложнение после простуды. А потом, уже поздно было обследоваться. Вася слух потерял. Пришлось в спецшколу идти. Ну, со всеми вытекающими последствиями. А как же Агеев, ему за это ничего не было? Как обычно, отписался, отговорился. Нас еще виноватым я выставил. Вася его ненавидел, да? Все время зла ему желал. Знаете, даже смерти. Как узнали, что его убили, так разнервничался температура, скакнул. Ой, господи, такой бред стал нести, что это он его убил. Понимаете? Бедный мальчик. Васяна мама думает, что сын заболел от известия о смерти Агеева. Но она же не знает, что совсем недавно он писал «Угроза» под его окном. Может, все вообще наоборот было? Вася угрожал, как умел. Потом что-то случилось, я не знаю, нашло какое-то затмение. Взял, убил. Потом, когда осознал всю свою вину, разболелся. Лаш, я вами восхищаюсь. Вы прямо докрутили версию с граффити. Жалко, что в конце зеро. Да почему зеро-то? Ну, потому что не подходит ваш паренек на роль убийцы. Нет, я понимаю, но он вполне мог и с квартирными ворами связаться. Он же не олейник. Вряд ли наши домушники взяли бы Васю к тебе. Хорошо, тогда как все объяснить? Как мама Васе все объяснила? Нездорового мальчика впечатлило то, что его угрозы воплотились в жизнь. Он подхватил нервную горячку и сам подумал, что убил. Вот и все. Лаш, не вешайте нос. Не все версии работают. Да я понимаю. Так, мне нужно бежать. Мы с Буяновым, кажется, напали на след наших домушников. Ту-ту-ту, чтобы не сглазить. Так что, сейчас будем думать, как их ловить. Здорово. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Ты понимаешь, что у меня здесь форма? И как я по-твоему причешусь по-новому? Чем тебе моя прическа не нравится? Ладно, все, я на работе, давай. Ладно, давай. Пока-пока, целую. Ой, Клажка. Извините, пожалуйста. Ой, здрасте. Что-то с Васей случилось? Нет, ему укол сделали, он пока будет спать. Я к вам поговорить пришла, можно? Да, конечно. Сейчас я только напарника позову, подменюсь, ладно? Калита! Как же ты меня нашла? Я знала, что вы из полиции. Я просто приходила сюда неделю назад, во внутрь не зашла, передумала. Видела вас в окошке. И вчера еще в поликлинике сразу вас узнала. Что ты хочешь мне рассказать? Понимаете, мы с Тетеринами на одной площадке живем, с соседей с детства тусим. И мне вчера показалось, что вы Васю подозреваете, что он Агеева убил. Я же даже ничего не... Это не он, вы просто Васю не знаете. Он иногда бывает крэйзи, но он добрый, он не сможет никого убить. Я верю. А зачем ты, зачем ты в полицию приходила? Посоветоваться. О чем? Мы с Васей дружим, и иногда он мне рассказывает даже то, что от мамы скрывают. И когда он так сильно заболел... Ты это с чем-то связала? Да, я подумала, что он мог узнать что-то секретное или увидеть. Чего такое он мог увидеть? Мог, потому что в последнее время он работал шпионом. Кем? Шпионом, понимаете? Он плохо слышит, но хорошо читает по губам. А недавно его нанял один человек. Вот только счет пересчитайте, ладно, когда принесут. Почему? Ну, там официант с Мишей барменом разговаривают. Как лучше обсчитать советуются. А это нехорошо. Откуда ты знаешь, ты все время тут был? По губам. Не понял. Я же слабослышащий, по губам читаю. Подожди. Можешь сказать, о чем он до троицы за столом разговаривает? На веранде. Про женщин. Всякое. Какая лучше. Они там каждый вечер почти сидят. Дружат, наверное. Серьезно? Так не забудьте про счет. Поливать на счет. Заработать хочешь? Ну, нам с мамой деньги нужны. А что делать? Несколько дней послушаешь, о чем этот троица беседует. Затем позвонишь мне. Прости. Напишешь отчет. Вот на этот телефон. У тебя мобильник есть? Собственный. Отлично. Напишешь, о чем они там разговаривают. Вы сыщик, да? Сыщик. Только об этом не надо никому говорить. Понял? Угу. И Вася стал следить. Да, представляете, те парни за столиком оказались настоящими преступниками. Они не только о женщинах, они говорили о каких-то квартирных кражах, что кто-то следующий и всякое такое. Кражи. Ты ничего не путаешь, точно? Нет. Вася говорил, что он напишет тому мужчине об этом, ну, который деньги давал. Написал? Понятия не имею. Мы с ним не виделись, потом Васька заболел. Возможно, из-за этих шпионских штук. Или из-за того, что врача этого замочили. Может быть, это как-то связано? Как думаешь? Не знаю. Вася сейчас ничего не может объяснить, и телефон у него куда-то пропал. на газонах. Да! На газонах. Режиссер, МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валера, и отец... и отец... И отец, Дела в Тишилове. Да, я думаю, заеду, проведаю, как тут мои ребятишки поживают. Работаешь? Да, заправщиком. Живу тихо, никуда не лезу. А друзья твои, Дэн, с Чумазовым, вроде тоже как здесь обитают. Да, тоже здесь. Ты тоже законопослушный и трудящийся. Наверное. Честно говоря, не знаю. Не вижу их. Вы ж приказали не контактировать. Вот мы и разбежались. Правильно. Осторожность превыше всего. Никакое правило без исключений, верно? Как всегда, правы. По случаю приезда можно бы и повидаться. Поехали, дело есть. Теперь все сходится. Получается, Вася следил за ворами и, наверное, услышал, что они убили Агеева. Ну, вот он это и связал и заболел. Ну, глафира. Теперь понял, какая она у нас везучая? Кафе Витязь, это уже кое-что. Да, только я не понимаю, кто тот человек, который Васю нанял? Да не суть важно. Может быть, кто-то из потерпевших в агентство обратился. А может, у них там какие-то свои разборки. Надо только выяснить, на какой телефон парнишка сообщение отправлял. Надо, но потом. И, скорее всего, номер будет одноразовым. Сейчас гораздо важнее то, что наши домушники завсегда-то и кафе Витязь. Че, планируем задержание? Да вряд ли они после убийства там свои посиделки прогружат. Однако медлить нельзя. Так, дуй Витязь, допроси персонал. Возможно, они запомнили парней. Вдруг удастся выяснить личности. А я пойду договорюсь насчет группы захвата. Да, Глаша. Спасибо. Эй, у вас сегодня какая-то невероятная прическа. До встречи. Извините. Спасибо. Надо маникюр сделать. Анечке от любящего Толика. Какой-то размазня, слушай, этот Толик. Цацкий с надписями выкини. Запалят. Слушай, с мокрухой не спалили, тут точно не спалят. Ничего. Богатых хат в стране хватает. Согласен. Схема проверена, а везде не пропадем. Слушай, а если Валерик не поедет? Бабке понадобится, поедет. На новую заправку устроятся. Нам без наводчика никак. Привет, пацаны. Здорово. Шеф приехал по делу. Приветствую, дети мои. С приездом, шеф. С приездом, шеф. Как жизнь? Без делу не скучаете? Да нет, что вы. На стройке работаем. Вот, на недельку в отпуск собрались. О, ну юга, наверное. Ага. Да? А ну какие шиши. Может, на эти? А? А что это мы замолчали? Ответить нечего? Ответить придется. Перед всеми. Ребята! Помни парней, один реже заходил, а двое, которые по мордасти, они тут почти каждый день заисали. Угу. Приблизительно можете вспомнить, как они друг к другу обращались? Имена, клички? Нет. У нас в веранду другой официант обслуживает, но он сейчас уехал. Хорошо. Фоторобот сможем составить? Попробую. Ну, вообще, парни как парни. Такие. Спортивные. А эти ваши спортивные парни, они чем расплачивались? Наличкой? Картой? Да кто их знает? Говорю, не я же обслуживал. Точно? Картой. Они же мне алкоголь брали. Один такой бородатый, он последний раз брал кровавую мэри. А вспомните конкретный день недели, время. Можете? Зачем? Для того, чтобы поднять фискальные данные, понять, кто владелец карты, как зовут, где найти адрес. А, так вам адрес нужен? Так вы леску спросите с кухни, она каждый раз с ними уходит. Да, точно. Парни, чего же мне раньше-то не сказали? Алексей Трофимович, готовьте группу захвата. Адрес сейчас будет. было сказано, что пока менты не успокоятся, залечь на дно и никакой самодеятельности. А вы недоумки чего устроили? А вы недоумки чего устроили? Детишки озаруют. Оказалось, мои. Виктор Евгеньевич, пожалей, правда, бес попутал. Городок зажиточный, клиентов так и лезут в глаза. Да и глушилка без дела ржавеет. Виктор Евгеньевич, мамой клянемся, больше такого не повторится. Мне тоже очень жаль. Но доктора Тишиловского надо уважить. Афартовых местных, которых вы куска лишили. Нашей семье хорошая наука. Чем другим неповадно было. Лицо в лизе сказал, нельзя! Парни, а че такие грустные? Вот что значит, вовремя добавили твои нунчаки в полицейскую сводку. Класс. Да мы с Чумазов вообще завязывать думали. Это Валерий нас на краже соблазнил. Сафронов был наводчиком. Да, Валера и раньше, когда на трассе работали, наводил. Шерху его на АЗС пристроил. Ну и в Тишилове на АЗС пошел. Та, что на выезде из города. То есть вы планировали продолжать? Нет. Нет, сначала нет. Но вы здешних жителей прям традиция. На дорожку только там заправляются, потому что бензин дешевле. Ну, Валера искумекал, присматривал тачки, там, где пассажиров и вещей под завязку. Стопудово на отдых всей семьей собрались. И Валера фиксировал номера машин. Фоткал, а потом нам кидал. Мы с Чумазым местными базами запаслись. По машинам адрес хозяина определить несложно. Потом денек в квартире присматривались, вдруг кто не уехал. Потом ночью сигнализации глушили и влезали. Через окно. А чего с замками колготятся? Чумазый умелиц ему стеклопакет открыть-закрыть, как было, дело плевое. Да и я не промах, высотником работал. Пока хозяева не приехали, никакого шухера. Короче, схема идеальная была. А чего же вы тогда крутые такие на Агееве прокололись, а? На убийство пошли. Да другая история. Мы с Чумазым этому охвыря не убивали. Даже квартиру обносить его не собирались. То есть? Да чертовщина какая-то непонятная. Короче, сидим в кафе, видим пацан шерстит, так и зыркает на нас. Но явно неспроста шпионит. Ну и решили тряхнуть гаденыша. Вычертила колись. Зачем следил за нами? Вы что, граждане товарищи? Я не следил, я просто так смотрел. Зачем? Интересно. Я тебе сейчас покажу интересно. Погоди, Чумазый. Отберите у него мобилу. Убери руку. Так, так. А наш сопляк не так прост. Час назад смс-ку кому-то кинул. Сообщил, что мы трое квартиры обносим. Чего? А завтра на солнечном кражу планируем. Ты че, 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 номер? Ты че пожалеешь, что на свет родился? Рассказывай, кого нас заложил? Не верьте, мне больно, я ничего не знаю. Говори, чей номер? Быстро. Он не сказал, как его зовут. Все ясно, братва. Все он знает. Ну, не переживай, сейчас мы тебя наизнанку вывернем. Зачем его выворачивать? Я-то вчера видел к нему девочка заходила, красивая. Ирочка, да? Вот ее, пацаны, и вывернете, если он не скажет. Надо Ирочку, пожалуйста. Ты что, вспомнил, кто твой хозяин? Ну, я доктор, наверное. Доктор? Говори настоящее имя. Агеев Кирилл Романович. Смотри, щенок, читай по губам. Это между нами. Ирочка. Почему вы поверили словам Тетерина Абагееве? Доктор же. Мы с ребятами слышали местный авторитет тут. Кличка доктора у него. Залетных на своей территории не жалуют. Ну, и это, опасались, в общем, даже больше, чем шефа. Так а зачем вы к нему в хату полезли, если опасались? Непонятки начались, когда про этого Агеева разузнали. Чудак реально доктором шустрит. Подкараули, посмотрели. На Блатнова не похож. Совсем прибалдели. Подумали, что, еще одна шестерка, что ли? И решили сами прояснить ситуацию. Ну, как водится, залететь на хату и тряхануть хорошенечко. И как раз, вон, чайки пригодились. Да. Прикиньте ситуацию. Пришли разборку устроить, а клиент готовенький лежит. Да еще идиоты умудрились в крови измазаться. Так, что пришлось отмываться и следы заметать. Тогда, ну, чайки и забыли, да? Ну, да, повесили, чтобы не мешались. И у Дэна с чумазом от этой ситуации вообще крышу снесло. Нет мне сообщить сразу о Мокрохе. Так нет, в партизанов давай играть. И вообще валить отсюда надумали. Не успели. Товарищ следователь, я прошу, кстати, обратить особое внимание на то, что меня в квартире у Огеева не было. Кстати, на других хатах тоже. Ну, понятно. То, что наводчиком работали, вероятно, из чувства социальной несправедливости. Естественно. Доброе утро, Глаша. Доброе утро. Как дела? Да вот только что с Буяновым от следователя. Все в полном ажуре. И закрутилась машина правосудия. Хорошо. Я пришел в дежурку. За неоценимую помощь следствия. Да зачем? Я же вообще ничем особо не помогла. Не нужно скромничать, Глаша. Поймали целую банду. Все благодаря вашему упорству. А что там с убийцами? Говорят, они не сознаются. Ну, поработаем этим отморозком. Что нужно? Срок скостить? Ну, вполне будут путать следы. Но ничего. Ладно. Пойду. Денис, спасибо большое за букет еще раз. Меня никто никогда не дарил таких. Ну, я рад. А, кстати, что вы делаете после дежурства? Может быть, по мороженому? А, сегодня я с Пашковой встречаюсь. Она ко мне приходит. И как-то переносить неудобно. Я вроде как сама пригласила. Поговорить с ней хотела. Ну, ничего. Значит, мороженое переносится? Угу. Какой маникюр? Вам к лицу. Я так рада, что вы помирились. Временное перебирие заключили. Нам с Катей надо еще Виктора на ногу поставить. Вы, видите, явно улучшение сказали. Отлично. Это потому, что раньше надо было схему лечения менять. Ну, что мы все про нас да про нас. Ты-то как? Удалось найти, для кого у тебя страшные надписи были предназначены? Да. Нашла доктору вашему Агееву. Вот тина. Это, которого зарезали? Да. Только вот мальчик, который их писал, он не убивал. Он и сам пострадал от Агеева. Тот его лечил неправильно. Поэтому я вас хотела спросить. Вы знали этого Агеева? Что это был за человек? Дрянин человек. Никто в клинике его не любил. Почему? Ну, потому что слишком высокого мнения о себе. А сам плевать на всех хотел. Что на сотрудников, что на детишек, пациентов. Вот помню, зимой как-то мальчик пропал. Как раз у Агеевского кабинета. Так дедушка, который его привел, с ума не сошел. Потом мать прибежала, ревела. Страшно было на нее смотреть. А Агеев, доктор детский, даже не пожалел. Сказал, сами виноваты. Следить надо было. Ну, разве можно было так? А куда мальчик пропал, я не поняла? Какие-то семейные разборки. Ну, вроде потом все уладилось. Или нет. Я точно не помню. Софья Луфинич, ты, может, вспомните хотя бы фамилию этого мальчика? Петя Явлашев. Я в новостях читала. Ну что, как, извини. Явлашев? А я где-то слышала. Это еще так поздно, дочь. Да я на пять минут всего. До вас вообще не дозвониться. Мне надо кое-что узнать срочно. Близнецов укладывали, еле угомонились. Жан, мы телефон отключили. Ты в дверь трезвозной. Слушай, помнишь, ты мне на новоселье рассказывала что-то про Явлашевых и про украденных детей? Можешь подробнее рассказать? Ты что, рехнулась? Сейчас, среди ночи. Слушай, либо ты сейчас расскажешь, либо завтра пойдешь в полицию давать официальные показания. Не, ну а я-то здесь при чем? Слушай, Жанночка, дочь. Люська Явлашина, это мама мальчика Пети. Она работает, Жанночка, в одном салоне. Маникюр что-то работает, да? Так, мне нужно, чтобы... Мне нужно, чтобы вы мне все рассказали про Явлашевых. Что там у них случилось? Ой, господи, ты мертвого достанешь. Иди сюда. Короче, Люська вышла замуж за крутого. Родила сына, Петю четыре года. Потом они, естественно, развелись. Но Люська с самого начала боялась, что муж у нее ребенка выкрадет. Поэтому одного его никогда не оставляла. Когда ходила на работу, она просила своего отца, отставника, чтобы он с парнем посидел. А этой зимой дед повел мальчика к врачу на осмотр, а отец его прямо из поликлиники и выкрал. И Люська теперь бегает по всем инстанциям и не знает, как ребенка вернуть. Почему не знает? А это ты у себя в полиции спроси. Они говорят, нет такого закона, чтобы родного отца считать похитителем. Нет, Жанночка, это не совсем так. Они не могут понять, с кем ребенку будет лучше жить. Вот. И у органов опеки там много вопросов к Люське, в общем. Там, в общем, появились какие-то свидетельские показания или какие-то факты, что Люська, что она то ли злоупотребляет, то ли она какая-то неадекватная. Но она действительно, на нее страшно смотреть. Она ходит, как помешанная. То есть получается, что Петя украл родной отец, а не Агеев. Какой Агеев? В смысле какой? Лора из поликлиники. Господи, ему-то на кой? Ну, да. На кой? Нет, Анют, мне все равно кажется, что мы что-то упустили. Иначе не объяснить смерть Агеева. Глаша, я тебя сейчас не про работу спрашиваю. Как у тебя дела с Денисом? С Денисом тоже все нормально. Правда, мы после того раза больше не общались. Ну, мне кажется, потому что у нее работы много. На мороженое больше не звал. Странно как-то. И плохо, между прочим. Надо, значит, стимулировать его интерес. Понятно? А давай заставим его ревновать. У тебя есть кто-нибудь на примете подходящий? Это очень дурацкая идея. Я этого делать не умею, не хочу. И я не буду это делать. Короче, мне на работу пора. Глаша, знаешь что? Слушай меня. Я в этом вообще-то поболее разбираюсь. С прической прокатила, значит, и здесь работает. Все, иди, потом поговорим. Не умею, не умею, не умею. Милый! Да, Зайка! А за что ты меня полюбил? Наверное, когда в третьем классе у тебя зуб выпал. Свободен. Я понял. Так. А, ну, значит, вот так ты обо мне думаешь. Ну, хорошо, я буду знать, спасибо. Да, нет, нет, я теперь тоже ни в чем не уверен. Угу. Что, я не по-служебному говорю. Зай, повиси секунду. Дежурная часть слушает. Секунду. Выезд. Парковая 16, взрыв в частном доме. Да. Пострадавший олейник Семен Викторович. Олейник? Олейник, да. Да, принято. Мы с мужем собирались на работу в клинику. Я уже вышла в прихожую, а он открыл сейф достать документы. В этот момент в окно что-то влетело. Если бы не эта дверца, его бы просто убило. А как вам кажется, кто бы мог побросить взрывное устройство? Конкуренток тоже еще. А других недоброжелателей у мужа не было? Чтобы бросали гранаты, я вас умоляю. Скажите, я ответила на все ваши вопросы? Мне просто надо прийти в себя. Да, конечно. Конечно. Да, конечно. Денис! Да, Глаша. Ну, что там с олейниками? Ну, муж в реанимации. Жена кивает на бизнес. Но никаких конкретных имен она назвать не может. А вы? Я сильно сомневаюсь. Ну, какие в нашем Тишилове бои в сфере пластической хирургии? Ну, это же смешно. Мы же не Москва. А еще нас криминалистам очень смущает сама конструкция взрывного устройства. Вроде все по уму, но если бы это были бизнес-партнеры, они расщедрились бы на запчасти и получше. В общем, глухарем пахнет. Денис, вы же не забыли, что Клара Олейник была любовницей Агеева? Клара, Клара, мне нужно с вами поговорить. Девушка, все потом. Только один вопрос. Вы действительно думаете, что взрывное устройство бросили конкуренты? В чем дело? А сегодня, спустя всего пару дней, произошло покушение на вашего мужа. Вы думаете, это совпадение? Вы уверены, что не будет новых покушений? Давайте присядем. В прошлый раз я вам сказала, что мой муж взял на работу Агеева, потому что он не ревнив. Это не так. Это была сделка. Сделка? Когда я поняла, что Кирилл решил приударить за мной ради должности в клинике, я рассказала обо всем мужу, мы посмеялись и забыли. А через пару месяцев Олейник попросил меня найти Агеева и пригласить на беседу. Зачем? Он сказал, что хочет предложить ему место. Дескать, нам срочно нужен новый лор. Я, конечно, очень удивилась, потому что Кирилл, честно говоря, не врач от Бога, да еще с непрофильной практикой. И я решила подслушать разговор. И что? Олейник предлагал сначала полставки, в дальнейшем полную ставку. Если Агеев поможет Яглашеву забрать у бывшей жены сын. Как Агеев мог помочь? Олейник выяснил, что сын Яглашева, Петя, прикреплен ко второй детской поликлинике. Мальчик болезненный, часто простужается. И ведет его лор Агеев. И что? Агееву нужно было дождаться, пока мальчика запишут на прием, и сигнализировать Яглашеву старшему. Ну, а потом сделать так, чтобы мальчик оказался в коридоре один. Доктор, вы меня в конец запутали. Дочка сказала, только Петю привезти показать, и витамины. Именно. Но осмотр выявил, что мальчик нуждается в комплексе процедур. Их делают в соседней поликлинике. Поэтому я прошу вас сходить к педиатру и взять визу на направление. И поставьте печать в регистратуре. Что непонятного? Уважаемый, у меня очередь. Ага. И побыстрее. А то все уйдут на обед. Да, да. Сейчас. Сейчас. Петенька, ты посиди здесь пока. Я быстро. Хорошо? С чего такие новшества? Ну, где там твой дедушка? Пойдем поищем. Петя, привет! Папа, привет! Вы мальчик, мальчик, вы не хотите? Ой, папа, вручь, не забрал. Как посмели выпустить мальчика, мальчика, ребенка? Не переживайте, он же с папой. Спасибо, спасибо. Я только не понимаю, как ваш муж, такой большой, уважаемый человек, медик, согласился участвовать в таком деле. Явлашев был не только его приятелем и компаньоном, он был его кредитором. Олейник не рассчитал траты при открытии клиники и был в серьезной финансовой зависимости. Отказаться он не мог, а участвовать сам не хотел. И пригласил Агеева. Получается, что смерть Агеева и взрыв в квартире Олейника – это звенья одной цепи. И все это месть за историю с похищением Пети Ивлашева. Но кто мститель? Мне рассказывали, что мама Пети Ивлашева, Людмила Ивлашева, не совсем нормальная. Опека даже против нее какое-то заключение вынесла. Вряд ли. Неадекватная женщина, да, она может ударить ножом, но сделать взрывное устройство – вряд ли. Может быть, я что-нибудь посерьезнее скажу? Нет. Договорились на мороженое? Значит, мороженое. Тем более с орехами – моя любимая. Что? Зуб? Нет, просто льдинка попала. А, то уж я подумал с вашей весучестью. Реально зуб? Нет. Еще мне рассказали, что дедушка Пети – отставник. То есть отставной военный. Ну, подожди. Ну да, а почему мы действительно решили, что если дедушка, то сразу дряхлый старец? Пете всего четыре года, дедушка вообще может быть молодой. Ну и тогда все сходится. Армейский нож, взрывное устройство. Но кто тогда следующий? Зять? Ну, насколько я помню, отец Пети вместе с сыном, они сейчас далеко. А вот и нет. Я узнавала, что прямо сейчас проходит разбирательство в суде, кому достанется Петя. Значит, отец должен приехать? Когда следующее заседание? Вы поймите, гражданин следователь. Не мог я иначе поступить. Когда Петенку выкрали, моя жизнь в ад превратилась. И на суде все против нас. И Люся днями убивается. До предела дошло. До предела дошло. Стало меня обвинять, что я виноват, что Петенку украли. Дальше больше выгнала меня. Сказала, видеть больше не желает. Я и сам не могу понять, как, как такое случилось? Как? Я тертый калач, кадровый военный. Не смог собственного внука защитить. Ну, стал анализировать. И вспомнил. Вспомнил. Как этот чертов докторишка Агеев странно вел себя на приеме. Как педиатр. Удивился, когда я у него потребовал визу на направление. Как в регистратуре. Не хотели печать ставить. И соседка еще. Подбавила. Кто это, говорит, процедуры, без анализов назначает? Ну, помолчился я. И решил сам правду знать. Каким образом? Прямым. Узнал в адрес Агеева и явился к нему домой. Я насчет пити. А, ну, проходите. Надумали, значит. В смысле? Ну, в смысле денег. Я и так уже в городе из-за вашей семьи задержался. В отпуску те не могу. Сумма, конечно, немалая. Но скинуть не могу. Никто, кроме меня, вашего внука от армии не отмажет. Ах, тварь. Ведь что самое поразительное, Агеев меня не узнал. У нас с дочкой жизнь наперекосяк. А этот урод забыл уже. В голове помутился, прижал под лица к стенке, нож в горло приставил. Нож всегда со мной был, с тех пор, как я Петеньку охранял. И вытрас все, кто в заговоре участвовал. И убили. Да. Да. Понял, что другой справедливости не будет. Ну и потом занялись этим олейником. Агеев сказал, что олейник не только его втянул. Он еще нашел лжесвидетелей, которые опеку против Люси настроили. А сам в сторонке, в белом халатике. Ну ничего. Получил свое. Я ведь тоже не только гранаты метать умею, но и делать кое-что, если понадобится. Главное, надо было подловить момент, когда он один в комнате был. Ну а почему так сложно все? У вас же есть наградной пистолет. Да, есть у меня. Есть наградной пистолет. А я патрон. Патроны берет для бывшего зятюшки, который весь этот ад и сотворил. Вася, привет. Меня Глаша зовут. Можно? Садитесь. Я вас знаю. Ирочка рассказывала. Вы хорошая. Спасибо. Я очень рада, что ты выздоравливаешь. Вася, я хотела вам кое-что рассказать. Да, Вась? Только вы почетче говорите, а то он пока не очень. Я слушаю. Я про доктора. Я подставлять не хотел Агеева. Меня бандиты спрашивали, кто главный. А я не знаю, кто. Потом вспомнил. Они говорили, они доктора боятся какого-то. Бандиты? Да. За стольком говорили. Я им сказал доктор, а имя спрашивают. И говорят, Ирочке будет плохо. И ты назвал Агеева? Ну, он же плохой доктор. Я подумал, пусть ему будет плохо. А потом пожалел его. Сразу хотел к вам в полицию пойти. Испугался. Арестуют. А как тогда мама? Почему арестуют-то? Я плохо сделал. Значит, преступник. Потом подумал. Придумал предупредить. Агеева? Да. Потом вспомнил. У него стена под окном. Там, где он работает. Купил баллончик и предупредил. А он не понял. Понимаешь, там после тебя еще один художник побывал. Мы вообще твои предупреждения за угрозы приняли. Все равно я виноват. Ты ни в чем-то не виноват. Я тебе потом все расскажу. Да. Ирочка абсолютно права. Ты ни в чем не виноват. Агеев погиб только по своей вине. Честное слово. Вы уж извините, Глаш. Только сегодня удалось вырваться. Не дают нам с вами пообщаться. И как там? Ну, дело о грабеже объединено с делом о кражах на дороге. Теперь все это пойдет в суд. А Петя Ивлашев? Ну, вероятнее всего, вернется к матери. Ну, после открывшихся обстоятельств. Деда его жалко. Да. Да. Но следователь сказал, что у него в анамнезе боевая контузия. Поэтому он может рассчитывать на смягчение приговора. Повезло. Как сказать. Знаете, Глаша, вот вы очень везучая девушка. Вам бы работать счастливым талисманом. Та и такая. Скажите, а это работает в частной жизни? Счастливый талисман. Ну, это может помочь, например, мне. У меня тогда к вам просьба. Я так понял, что у вашей подруги Анны у нее какие-то проблемы с мужем. Честно говоря, она произвела на меня очень большое впечатление. И раз все дела закрыты, может быть, вы могли бы нас с ней познакомить поближе. Денис, у вас неверная информация. У Ани очень крепкая семья. А, даже так? Мне жаль. Вы знаете, у меня сегодня ночное дежурство. Я, пожалуй, пойду. я забыла про это. Простите. 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 Доченька, а куда мне в полицию обратиться? У меня беда. А вы проходите, я сейчас покажу вам. Спасибо. А что у вас случилось? Вы знаете, где вы плачете. Все хорошо будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok